Ну, большие компании работают с рекламным агентством. Ну, так не происходит, денег реально не хватает. Там стали крутые сервисы появляться, их научили снимать круто. Как вообще на самом деле? Очень многие бренды ушли. Блин, сколько тебе лет? Понимаешь, то есть вот бум-бум-бум. Если бы YouTube показывал только Казахстан, мы бы им задали. Всем привет, это ВУГИ подкаст на канале серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И у нас сегодня в гостях Алексей Синтез и Дима Пак. В этом подкасте мы будем говорить о рекламе. Я надеюсь, о рекламном продакшене. Но все равно это что-то вокруг видео. Вот, и Дима Пак у нас директор по маркетингу в Каспи. И Алексей, у него собственный продакшен, и ты режиссер, правильно? Да. Синтез студио называется. Все верно. Вот. Я хотел, честно говоря, первый вопрос такой. Такой вопрос от дилетанта. Да? Как примерно устроен вот этот рекламный рынок? То есть, ну, как формируется заказ на видео? Потому что, ну, вот из нашей индустрии очень многие все равно задают этот вопрос. Ну, типа, вот рекламный ролик. Иногда стоимость рекламного ролика очень высокая. Там, условно говоря, иногда за эти деньги можно снять там полфильма. Да, почему он столько стоит? Ну, вот этот вопрос. Как это вообще все устроено, Дима, расскажи? Я просто, да, так как ты говоришь, как заказствовать, поэтому я как заказчик начну. Да, вот как заказчик. Есть определенные задачи у компаний. Да. Как все называют нас на рынке клиент, есть такое понятие. Это может быть Каспи, Проктор и Гэмбелл, whatever, да? Да. И есть какие-то определенные коммуникационные задачи. Соответственно, обычно, ну, большие компании работают с рекламным агентством. То есть между продакшеном и клиентом есть еще такая... Сейчас, кстати, начинает меняться. Да, 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 это об этом, мне кажется, стоит поговорить, да. Есть прослойка... Рекламное агентство, которое называется рекламное агентство, или как вы его внутри называете, там, креативное агентство? Креативное агентство полного цикла, может быть. Да, окей, хорошо. То есть оно обслуживает классы, все ваши... Да, то есть идею, по сути, креативную, там, креативную стратегию, непосредственно тактику придумывают ребята с агентства. Затем уже готовый скрипт, готовая идея, мы идем в продакшен студии, ну, обычно это тендер, ну, у нормальных компаний. А студии предлагают своих режиссеров, именно кто эту задачу, этот ролик именно может круче снять. Да. И то есть режиссер пишет обычно тритмент, то есть он, как он видит, то есть от режиссера очень многое зависит, то есть можно взять один сценарий, два разных режиссера, абсолютно два практически будут разных ролика по настроению и по всему. Соответственно, ребята предлагают, студии предлагают режиссеров с тритментами, и затем мы смотрим, насколько классный тритмент, потом понятно, бюджет и так далее. И вот мы вместе с агентством выбираем продакшен студию. Это мы говорим про идеальный мир. Да, это... Не, ну мы это говорим, как фамилируется большой бюджет. Нет, я сейчас говорю, как... Ну, я говорю это, как у нас происходит, и как я работаю в других компаниях крупных, у нас вот так происходит. Но ты работал тоже же в таком рекламном агентстве. Да, я работал в рекламном агентстве GeForce, работал стратегом, но я тогда к продакшену отношения мало имел. Я больше занимался коммуникационной стратегией, маркетингом и так далее. То есть продакшену и самому там типа тактики, ну, назовем это тактика, когда уже ты начинаешь производить что-то, я тогда отношения к этому не имел. Я больше имел к идее, понимание рынка и так далее. По идее, условно, если переводить, то сценарий условный пишет креативное агентство. Да, по-хорошему. Да, а продакшен... Но не всегда. Есть еще другие варианты. Можно обратиться в рекламное агентство, они обратятся в продакшен, где типа есть сценарист крутой или режиссер, от которого хотят получить его видение, его сценарий. То есть агентство может написать какую-то конву или сам клиент говорит, типа я примерно представляю себе так. Дальше все это отдается режиссеру, и он там перерабатывает. Иногда так. Иногда это нужно отдать сценаристу. А иногда это креативный директор в рекламном агентстве. Мне кажется, все зависит от бюджета, потому что, смотри, да, сейчас если экономить больше будут там компании, средние, поменьше, иногда им нужна какая-то стратегия, им не нужно, знаешь, даже агентство. Есть ребята толковые в продакшене, там вот зачастую сейчас в продакшенах и у нас, и в Украине, многие режиссеры сейчас, которые становятся режиссерами именно рекламными, это бывшие креативные директора или арт-директора, которые все понимают, они уже прошли весь путь в рекламном агентстве. И то есть, чтобы не платить отдельно еще рекламному агентству, они не дешевые, да, то есть некоторые клиенты, у которых недостаточно денег, они идут сразу напрямую. Да, им не нужно какая-то стратегия, им нужно просто прикольный, яркий, красивый ролик, и они понимают, они визуально видят, как на него хотят. Тогда им вот эта непрослойка, эти ребята им не нужны просто. Да, это просто много денег. Ну, правильно делать, это, конечно, с правильной стратегией, которая разработана там на год, на два, и ты понимаешь, каждый ролик зачем нужен, типа, он выполняет конкретную функцию, и в конце вы там через год достигнете какой-то цели, вы там закроете все свои потребности, и продуктовые, и имиджевые, и еще какие-то. Но на деле это происходит совершенно по-другому, ну, типа Сбербанк, Вейгрупп, там многие большие клиенты, они вообще сейчас напрямую приходят в продакшены, причем они тендер среди продакшенов устраивают, или иногда даже просто приходят, и говорят, ребята, нужен имиджевый ролик. Вот продукт, там, не знаю, карточка такая-то, все. Дайте какое-нибудь предложение. Я даже когда работал в рекламном агентстве, там, ну, как бы заполняли брифт, там долго общались, и все прочее, здесь вообще там минимально, и ты такой, может быть, пообщаемся, и они такие, да мы как бы и сами даже не знаем. Ну, то есть тогда, Алексей, ты становишься той студией, которая имеет уникальное торговое предложение, так как ты в агентствах, ты же работал в агентствах долгое время, и ты можешь идею придумать, по сути. Мало того, я еще подключаю креативных директоров. А, то есть иногда, да. На фрилансе потягиваешь. Я когда чувствую, что, ну, сложное что-то, я такой, типа, давайте, погнали, поштормим, подумаем, типа... Да, как раз ваша же компания, это компания, которая, как я понимаю, она такой пытается как бы все делать, да? Ну, в смысле... Все, что касается видео вообще, в принципе. Ну, мы, конечно, фильмы, сериалы сейчас... Ну, я имею в виду, что вот опять без креативного агентства пытаетесь там, типа, вот такая идея, и мы знаем, как это снять, да? Да. Хорошо, ну, то есть, но все равно вы стремитесь вот к этой формуле, когда будет креативное агентство, а вы будете с чистым продакшеном. Ну, это круто, это идеальная формула, потому что ты точно знаешь, что ты там правильное звено, правильный винтик, который компании принесет в итоге кучу денег. Вот, так хорошо бы делать, но так не происходит, денег реально не хватает. Особенно сейчас, в эти моменты какие-то кризисные, типа, начинают рекламные агентства сильно избегать, проходить мимо них, без всяких стратегий, планов. Ну, и, в принципе, как бы тоже работает. Слушай, ну, а так вот, как бы, вот для тебя лично, например, интереснее быть, например, вот этим агентством или все-таки продакшеном? Продакшеном, ну, в смысле, я всегда хотел делать движущуюся картинку. Я совершенно случайно стал дизайнером, очень долго проработал дизайнером и директором. Вот, я вообще в DAS попал, я сделал тест, тестовое задание. Короче, был Василий Хомко, начнем с того. Был, короче, Василий Хомко, он потом стал одним из режиссеров «Орла и решка». Вот, он был креативным директором DAS. И я с ним встретился, и он говорит, что хочешь вообще делать по жизни? Я такой, я бы хотел какую-нибудь анимацию делать, ну, какое-нибудь видео бы снимать. Он такой, ну, у нас такой должности нет, ну, хочешь, моушн-дизайнер, сделаем для тебя такую должность. Сделай тестовое задание. Я делаю тестовое задание, у меня там все двигается, перезвучивают там актеров, смешно. Задание было такое, нужно скучные маркетинговые данные превратить во что-то веселое, чтобы клиент не заснул. Вот, у меня это получилось, меня приняли на работу, и он, у него кончается контракт, и он улетает. И все, я такой типо... И твои картинки застыли, и ты стал делать недвижущиеся картинки, да? Я стал делать кивижулы, миллионы кивижулов, вот. И потом, ну, дальше в какой-то момент я решил, что я хочу, чтобы они двигались. Но ты снимаешь свои ролики сам? То есть ты как режиссер снимаешь или нет? Сначала я вообще как оператор, как режиссер, как все начал снимать. Потом я встретил своего оператора Александра, который больше вот техническая голова. Я больше там креативная голова, а он вот техническая. Мы вот так вот соединились, и вообще все совершенно по-другому завращалось. Вообще. Ну, а если клиент придет и скажет, что вы, ребят, не нравитесь, я вот как продакшен его смотрю, но мне нужен режиссер под задачу другой. Вы, у вас сейчас как с бидингом? Найти режиссера? Вы вообще максимально гибкие, ты не представляешь вообще, как мы... Ты уже привозили каких-то иностранных режиссеров хороших? Нет, мы с местными работаем с разными. Можем в любой момент Тайса притащить быстро. Можем в принципе любить. Просто сейчас нету на, знаешь, итальянских режиссерах денег. Ну да, да, провести тяжело. А если есть деньги, то предпочитают поехать куда-нибудь там, в Милан, например. Почему предпочитают поехать? Недавно не рассказывали. Потому что, например, вот рассказывали мне недавно историю, как клиент поехал в Милан снимать. Очень простой ролик, который можно было снять вообще... Ну там, наверное, фуд-стилисты есть, фуд-стилисты. Они просто решили совместить это с корпоративом. Там один номер в отеле стоил, типа, ну, больше зарплаты креативного директора. Блин, черт, у нас таких проектов нет. Но вы же выезжаете снимать. Ну в Украине мы снимаем, да, это чуть другое. Ну, Миланы... Не, я очень люблю Украину, конечно. Но Миланы бы тоже выехал, конечно, снимать. Ну, то есть в этом причина, да? То есть снимать не здесь... Нет, 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 смотрите. Наверное, ты можешь не называть бренд. Скорее всего, эти ребята какой-то с FMCG, да, как-то связаны? И, скорее всего, там какая-то наливайка или с продуктом, как красиво снять вот эти штуки, да? Нет. Нет? Прям игровой ролик прям? Просто игровой ролик. А в сценарии... Нет, 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 а в сценарии есть и талии картинки. Там есть заявка улицы, домик. Дом с двумя балконами. И вот внутри, в квартире. А, ну понятно. В принципе, такое может во Львове было снять, наверное. Но не здесь. У нас просто нет локаций таких, понятно. Поэтому, наверное, во Львове это можно было снять. При Балтике это можно было снять, наверное. Ну, вопрос сейчас дешевле сейчас при Балтике. Что касается нас конкретно, мы снимаем часто в Украине. Это уже исторически. Там лет уже, не знаю сколько, 10, наверное, может быть, больше. Потому что у нас одно время были такие проекты большие, которые наши ребята здесь не могли переварить, на самом деле. Ну, тогда и Nikkei только был, по сути. И они многие проекты снимали. Но мы снимали очень большие проекты. Допустим, ребрендинг был. Снимали нескольких, там просто был. Снимали здесь, но привозили всю команду из-за границы. Там был очень большой, там сколько, не знаю, 5-6 емочных дней было. Соответственно, просто наши ребята здесь бы, ну, на том уровне никто не мог это сделать. Не знаю, там Бандераса мы снимали. Так как... Потому что Бандераса тоже привозили. Радиоэктив, конечно. Радиоэктив, он снимает в Украине, там, очень крутые проекты. И Apple снимает, и так далее. У нас ни у кого не было опыта снимать того же с Бандерасом, снимать у нас здесь. Поэтому просто там ребята были опытней. И мы их привозили. Ну, конечно, мы там снимаем. Мы не такие проекты. Многие сейчас проекты могут, можно здесь снимать. Да, кстати, сильно все поменялось. То есть вот сейчас за это время, вот с Бандераса начиная до сейчас, много очень продакшенов вообще появилось, просто как грибы. И те, которые были там средние, они подросли, и сейчас прям много... Да, но вопрос, допустим, личный, что конкретно нас, это вопрос рисков. Ну, в смысле, смотри, допустим, я могу в какой-то студии попробовать здесь что-то снять. Я только снимал в Саникейк, потому что они давали какой-то уровень всегда качества. Я могу снять с какими-то ребятами здесь, но по цене это примерно то же самое, что я пойду даже в Украину. Так зачем мне, допустим, рисковать, зная, что там все равно есть высокий уровень, делать только здесь? Если только съемка обязательно должна не связана быть с местными студиями. Но тогда уже вопрос становится в режиссере. И насколько сложны там по логистике и по всему, не знаю, постройке, не постройке и съемке. То есть даже, смотрите... Ну, мы считали, честно тебе скажу, вот недавно мы пытались эту теорию проверить, и сейчас не совсем так. Чуть-чуть там дороже выходит. Может быть, может быть. Ну, мы, наверное, просто с вами не считались, мы с Саникейем... Не зря сейчас там клипы... У Саникей... Это же, я так понимаю, не со мной дешевле. Не, ну подожди, это топ, да. Не, ну это же понятно, ну ты же понимаешь, что, смотрите, вопрос как ставится. Мы же, ну, Каспий, ну, сейчас очень крупная компания, да, соответственно... Больше 10 миллиардов стоите, да? Да, нам никто не говорит сейчас, Дима, снимай дешевле всех. Говорят, давай мне качество. Соответственно, зачем я буду рисковать делать это дешевле с теми, когда... Ты же не фонд поддержки рекламных продакций. Да, да, да. Хотя вполне может быть и такое случится. Это нормально, потому что на рынке все равно... Вот сейчас мы не можем, ну, не точно не можем, но сложно выезжать, например. У нас есть Саникей. Кто-то должен конкуренцию составить, с другой стороны, да, чтобы ребята тоже не расслаблялись. Очень люблю потому, что потенциально составите Никеи. Это вообще какие, что, какие факторы должны сработать, что есть у Никеи, чтобы с ними... Я не знаю, мне кажется, только... Дикий опыт, невероятный просто, они там всю свою жизнь снимают. Опыт Рилы, опыт Рилы, или ребята должны сделать, может быть, ты видишь, что опыт у них не такой, как у Никеи, но они что-то сделали такое, ну, да, ну, типа, КАИС там залетел внезапно. Да, что-то такое интересное, креативное сделали, такое, блин, или вот, я не знаю, например, просто тупо, например, хочется сделать крутой проект в интернете, какой-то one-off, да, типа, не со стратегией, а именно какой-то интертеймент с брендом связанный и так далее. И ты, например, тебе стиль нравится с Ириной Каратовной, ну, ты видишь, да, как он работает. Ну, да, Кука классная. Да, вот все, просто я знаю, что это не для стратегии, это чисто для Ютуба, но, опять же, масштабно круто, и тебе какое-то нужно для молодежи целевого аудитория сделать. Тогда ты просишь, о, вот этот чувак, я видел его клип, он, типа, это все идет уже на виллах, на каких-то готовых работах, которые взорвали и показали что-то. Ну, вот на базе этого, например, условной Ирина Каратовна, они могут стать Никеем как структура, как... Не совсем то, они... Они могут сделать и один кейсинг. Да, у них, знаешь, в чем отличие многих ребят-блогеров... Они не рекламные. Да, 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 знаешь, вот многие приходили у кого-то миллионные, и там у них ребята приходили, у которых миллионные подписчики в Инстаграме, да, и так далее. Они, конечно, они понимают, что они делают, они умеют людей привлекать. Но когда ты работаешь с брендом, это не просто привлечение. Тебе нужно привлечь, сказать определенный месседж, и который приняли, и когда там еще существует бренд, люди это воспринимают намного сложнее. То есть он просто расскажет, или расскажет, вот там, типа, что-то, что-то там, Проктор и Гэмбл, сразу такое отторжение, понимаешь, потому что ты начинаешь уже бренд двигать. И эти люди не разбираются со всем маркетингом, вообще. То есть точно нужно разбираться в маркетинге, это раз. И второе, нужно разбираться в подаче вообще рекламного материала. Ну, типа, как вот сделать эти наливайки-насыпайки там? Как, чтобы эта вот там камера крутилась, там, не знаю, где достать людей, которые программируют роборуку там, которые правильно светят? Ну, типа, и управлять там 50-60 людьми на площадке. Ну, типа, вот они же пока как бы в этом не разбираются. Ну, им и не надо, потому что у них задачи другие. Да, да, да. Они делают контент, это основная их компетенция. То же самое, брифа, вот у парня режиссера Алины Каратов, не было брифа. Когда ему дадут бриф, это совсем тяжелее, чем он сейчас, они клипы прикольные придумывают. Это совсем, когда тебе просто скажут, вот такие, вот такие, вот такие рамки. А так он просит, что мы в этот раз, ребят, сделаем прикольно, чтобы это было на тему политики. Мы, короче, чуть-чуть оппозиционная, эта тема крутая. Ну, мы, типа, ребята, за это болеем. Ну, давайте, вот у нас первая тема, давайте, Алаш, там возьмем. Вторая тема, давайте, возьмем Россия, там, Китай, США, там, нас. Это просто какой-то креатив прикольный. Это рабочая наша страна. Не связанный с брендом, да, вообще. Внутренних задач нет, надо, чтобы смотрели люди. Конечно, конечно. Вызывало это эмоции. Ну, прикольно. Слушайте, ну, смотрите, вот то, что я сейчас уже услышал, с одной стороны, вот я как бы немножко со стороны, мы снимаем какие-то ролики, но это все на каком-то, ну, у нас сейчас больше какие-то социальные ролики, да. Вот, ну, это для нас не такой прям большой фокус. Но вот что я слышал с рекламного рынка? То есть до пандемии, до этого лет пять я слышу так, что, короче, нет денег на рынке, то есть либо ты снимаешь ролики для Инстаграма, либо крутые, большие, огромные ролики. Но эти большие, крутые ролики снимаются в условном Киеве, ну, оказывается, еще в Италии, там. И нету ничего такого среднего, там, ну, потому что, не знаю, экономика, с другой стороны, ты говоришь, появляется много продакшенов, появляется, ну, там, ну, вы там, кто в том числе появились, да, там, и так далее. То есть вот как вообще на самом деле? Что вот на рынке нет денег, ну, меньше, чем вчера, да? Ну, это пять лет же не может продолжаться, тогда все должны уже. Ну, есть средние, заказы тоже снимают, всякие разные есть, честно, разные бюджеты абсолютно. В целом, да, может быть, там подупали. Типа вот компании, которые, на которых мог повлиять этот кризис, ну, они там чуть-чуть подсократили бюджет. Теперь там не 10 миллионов выделяют, а там 6 миллионов выделяют. Но все равно снимают. И там, ну, они понимают, от чего им там приходится отказываться. И они там, может быть, делают не 3 ролика в месяц, а 1. Вот. И, ну, допустим, за 10 за те же. Вот. К примеру, так. Рынок однозначно упал. Леш, ты же сколько, когда в рекламу пришел примерно? Лет уже. Так, подожди, это лет 17 назад было. Хамко же, он же улетел уже не так давно. Блин, сколько тебе лет? Лет 10 назад Хамко улетел. Нет, ну, он потом прилетал по своим делам, ну, типа, еще какое-то время работал. Я хотел просто сказать, что даже я не очень сильно хорошо эти времена помню. Но, нет, я помню, кстати. То есть, смотри, Procter & Gamble, он здесь был. У них здесь был маркетинг и департамент. Были бренд-менеджеры. И они снимали, еще было время, когда они снимали здесь ролики. Потом перестали снимать. Сейчас вообще нет департамент маркетинга. Это большой рынок, Procter & Gamble. Они локальные снимали. Большой заказчик, да? Конечно. Danone. Danone раньше снимал местные рекламы. И мы, вот, когда работали в GeForce, мы снимали огромные компании для них. Там в год 10 роликов запускали. Они снимают очень мелкие, какие-то недорогие, какие-то YouTube-проекты. То есть, очень многие бренды ушли. Я не говорю про, там, long-term, short-term, да, 5 лет последних. Я говорю о десятилетиях. Вот, если взять сейчас последние, вот, мы реально в этом смысле просели. У нас нам кисел. Кисел большой, по идее, должен был быть игрок. Да? Но они последние 5-6 лет не понятны, что делают, ну, что снимают, какая у них стратегия коммуникационная. Не понятны. Билайн, он всегда, как бы, консистенция есть. Кисел что-то делал 5 лет назад, сейчас вообще много лет, ничего не делают, абсолютно. Непонятно, что они коммуницируют, какой имидж у них, вообще непонятно. Просто кисел, они держатся на старом имидже. То есть, большие игроки уходят с рынка, и это очень плохо. Конкуренции меньше. То есть, для меня конкуренция не то, что мы какими-то банками конкурируем. У нас уже, мне кажется, бизнес разный. Для меня конкуренция коммуникационная. Что, типа, за внимание человека в рекламном споте? С кем я буду конкурировать? За его внимание. Там это может быть водичка. Все что. Мне интересно, когда что-то происходит. У нас сейчас интерес к проектов, каких-то взрывных, все меньше, меньше и меньше. Это я точно могу сказать. Ну, а у вас какие клиенты? То есть, ну, это что? Это средние? Ну, я так понимаю, вы все у нас начинали с небольших, да? Потом у вас становилось больше. Ну, как это, ну, хорошо. На вашем примере, как может работать это вот в отношении вот этих продакшн-команд, да? То есть, ну, это сначала небольшие ролики снимаются, да, наверное, так. Потом уже формируется какой-то шоу-рил, да? То есть, ты можешь показывать, знакомиться. Короче, это все настолько сложная штука. Ну, типа, если у тебя есть в портфолио какие-то вот там анимационные ролики, тебе никогда не доверят другие ролики. Тебе нужно каждый раз доказывать, каждый раз говорить, типа, окей, я сделаю это пусть дешевле, еще как-то, но это будет выглядеть вот так, типа, ну, дайте мне шанс. И вот, если находится человек, который дает тебе шанс, он тебе открывает дальше дорогу. Ты снимаешь ролик, там, с какими-то, ну, за 2 миллиона, к примеру, и потом видят, типа, о, прикольно, здесь, там, какая-то художка появилась, одежда у них, вот, прикольно, вот, хочу так же. И ты, типа, снимаешь теперь за 2 миллиона. Да. Потом тебе нужно перепрыгнуть, тебе нужно уговорить кого-то снять, там, за 6 миллионов, типа, ролик, и что все будет хорошо. Снимаешь его, там все хорошо, все красиво, теперь там появляются какие-то эффекты, какие-то, там, штуки 3D, там, камера прикольная вообще. Все такие, о, прикольно, давай снимать, типа, такие. Вот, ну, то есть, это каждый раз через усилия очень большие нужно пробиваться. Ну, вот только так. Ну, то есть, портфолио, правильно же понимаешь? Да, ну, когда люди смотрят, они такие, вот это его топ, все, значит, он может только так. На самом деле, нет. Может, намного больше просто... Ну, ты не можешь это пруф дать, да? Ты не можешь, у тебя нет, да. С твоим портфолио... Логично, это с нам стороны, вопрос к нам. Это обычно риск менеджмент, да? Типа, ты смотришь, типа, есть или нет. Можно, может быть, они могут Оскара снять, но какие под этим есть определенные аргументы? А риск должен ты физически берешь, правильно? Потому что ты отвечаешь в конце перед руководством, насколько это будет все круто. Ну, грубо говоря. Это может произойти только в том случае, и круто, что есть такие проекты, и наверняка Леша так и сделал в начале, а сейчас уже у тебя много роликов. Самсунгом, да, ты сейчас снимаешь. Соответственно, только если действительно кто скажет... Снимать Самсунга, это круто, да? Ну, конечно, это бренд мировой, это круто там, типа. Да, продолжай. Да, соответственно, какой-то человек просто, если у него просто мало денег, и он такой хочет что-то крутое, и, да, и как Леша сказал, такой, блин, что-то я там ничего не заработал, но зато у меня будет первый игровой ролик с актерской артеркой. Давай-ка я зайду по нулян туда, зайду дешевле, и вот этому человеку. Вот на самом деле у нас именно прорывы такие были. Нам приходилось не зарабатывать, но прорываться. И мы готовы всегда на такое. Если проект интересный, классный, то многие готовы туда впилиться за какую-то минимальную сумму, лишь бы его сделать, и потом, ну... Слушай, ну это похоже на вашу индустрию, потому что я помню, мы, короче, у нас комедия уже вышла в прокат, и я пришел на канал, попросил сериал, и сказал, ну вы же комедиографы, а вот тут мелодрама. Я говорю, да мы снимем мелодраму. Мы сняли мелодраму, она хорошие рейтинги получила. И в следующий раз я говорю, вот я могу ситком снять. И он говорит, ну вы же этот... Мелодраму. Да, вы же мелодраму пишите про слезы. Вот же этот сериал, который вы снимаете. Я говорю, так я же до этого был комедиографом. Да. Ну вот эта штука, да, и у нас также люди вписываются в проекты, которые экспериментальные, либо это арт, да, чтобы показать себя. Очень важный момент именно касается, касаемо студии, лично у меня. Это вот, мы правильно говорили, там какие-то рилы, там опыты, но еще другая штука есть, которая... У нас еще сервис, да, например, взаимоотношения. Да, я же хотел об этом сказать. Очень важно. Очень важная история, да, какая вещь. Там столько много вещей, которых ты можешь учесть, можешь не учесть, да, как клиент, что просто когда ты делаешь, типа, проект за проектом с ребятами, и вы оказались в какой-то полной жопе, там, не знаю, у вас там завтра съемки, и камера не прилетела откуда-то, а ее взяли, не привезли из Будапешта, а нашли вариант привезти со Стамбула, там, на вертолет, чтобы ее поставить, грубо говоря, да, и это люди решают. Ты уже просто с каждым вот этим, ты проходя с разными студиями, которые ты в пуле, у тебя уже уровень доверия появляется, понимаешь, о чем я говорю? То есть у тебя уже личное отношение, не на уровень там, типа, друзья, а то, что ты знаешь, ты же меня, вот этот чувак, ты же меня не подведешь же, понимаешь? И, в принципе, не подводят, да, допустим, и ты уже такой думаешь, ну, а что так, ну... Это такой клиентский опыт, да, как-то на продюсинге поставили, да, по идее? У тебя такие случаи есть клиенты, которые ты одни раз делал, и потом все, ну, блин, Леша, круто делай, что мы будем, да, типа, давай сразу пойдем с Интезу, не будем вбавить. Вы в это время поднимаете цену? Я, наверное, должен поднимать. Все зависит от проектов. Мы просто хотим, мы предлагаем более интересные варианты проектов, которые сами по себе чуть-чуть там могут дороже стоить. Вот, и тут очень важно всегда разное делать. Так вот, подожди, сервис, а Nikkei, это же сервисная компания, они себя так называют. Это же серии продюсеров, вот, которые очень круто организовывают процесс. Ну, типа, по большей части в рекламе, вот в видеорекламе, да, типа, это очень сложный процесс. Чем навороченнее, чем сложнее съемка, тем больше там вот этих надстроек, их просто столько становится. И опыт это вот именно продюсинг. Нам один человек не может справиться. Там нужна команда людей, которая просто вот так разбирает. И вот у нас сейчас примерно такая же ситуация. У нас там, типа, семейный бизнес сложился. Ну, типа, я с женой и оператор с женой. Вот нас четверо, и мы тоже так же разбираем. Вы теперь продюсеры, да? Ну, и мы продюсируем, да. Иногда вот к нам просто из моваторса приходят, например, Дима Щеголихина говорит такой, блин, я не хочу заниматься этим всем. Я хочу быть раздаваемым. Я хочу креатив. Вот это все мне нравится. Можно я вот это все напишу? Классненько. А вы организуете. Мы такие, окей, пожалуйста. Типа, и вот так работаем. По сути, вы потихоньку наращиваете эту компетенцию продюсера. То есть вы не ищете какого-то продюсера, свою команду, а сами становитесь этими продюсерами. Да, конечно, а зачем? Ну, мы же знаем, как процесс организовывать. И, по сути, стремитесь к тому, чтобы быть, условно, как иникеи. Мы его изучаем. Потом быть продюсером. Да, ну, о чем Леша и говоришь. Основная ценность, если продюсинге, то надо своих продюсерников. Если ты всеми будешь подтягиваешь разных на фрилансе, то лично твои ценности как компания, она перестает быть большая. Да, да. Поэтому ты должен или должен таких продюсеров лучше желательно иметь ин-хаус, и которые крутые, типа, как у НИКМ, допустим. Или же у тебя должен быть такой бренд, имя, и настолько тебе должен доверять, что я настолько крутой, типа, линейный Вова там, или Андрей Респутин, что я сейчас любого возьму какого-то чувака сюда. Продюсер все равно будет круто. Вы знаете мой уровень? То есть вот они уже, наверное, в таком уровне могут, но с кем-то работают. Не знаем, что мы знаем конкретно по именам конкретного продюсера, кого мы хотим. Ну, это кто уже давно работает. Ну, а в принципе, то да. По сути, это продюсирование, ну смотри, у НИКМ как служилось. Как и в Украине сложилось, да, эта история. То же самое сейчас у вас происходит. Украине, они круто снимают. Не просто так, что из них с неба. Там стали крутые сервисы появляться. Их научили снимать круто. Европейцы, частично россияне. Хотя сейчас, я говорю, в Киев ничем не наступает. Ну, европейцы. Сейчас самые крутые технологии, очень крутые клипы в Украине снимают. Apple, Global снимать, Hyundai снимать, Toyota, глобальные бренды. Соответственно, они уже все там их научили. А НИКМ почему? Они вовремя на Россию сервис пошли. И там россияне их, по сути, тоже очень круто научили. То есть постоянно ты соприкасаешься с студией из Москвы. Россияне напрямую к НИКМ не идут. Допустим, Hyundai, Россия. Они приходят, АНИКМ, я хочу снимать ролик. Они приходят в агентство, агентство выходит на московскую студию, а НИКМ делает сервис. Все. Сервис – идеальная работа. Это типа как учиться работать. Ты ничем не рискуешь. Ты выставляешь смету. Вот сколько за все. Что там бы не произошло, смета будет увеличиваться и так далее. Это следующий вопрос уже к студии. Они сервис оказывают. И за счет сервиса очень большой опыт можно получить. Крутой. Профессионализм именно. Который есть, который работает. И почему это важно? Почему нужно доверять клиенту обязательное какой-то студии, какому-то продакшену? Потому что один съемочный день может стоить очень много. Там и 50 миллионов может стоить. Там что-то нужно взрывать. Там 100 человек. И вот там может произойти какой-то казус, и смену отменят. Это просто куча бабла. Это очень большие потери. И никто не хочет за это все отвечать со стороны клиента, естественно. Это очень страшно. Когда миллионами деньги пропадают. Поэтому очень важно, что если герой не вышел, он заболел, или еще что-то как камера не довезли, чтобы это быстренько все решили так, что ты даже и не узнал об этом. Я только хотел сказать, продюсинг это не только крутой сервис и опыт. Нет, это с опытом складывается, но у продюсера должна быть креативность. Да. Потому что, допустим... Гибкое мышление. Конечно. Как теперь это все так повернуть, достать и починить? Мне сказали историю, типа чувакам взять на метро нужно было. Приехали в Киев, Киев, блин, Киев, метро, сейчас там запрет какой-то большой. Быстро в голове, блин, в Харькове есть метро? Поехали, давай в Харьков снимаем. Понимаешь? То есть вот бум-бум-бум. А или вот, допустим, мы снимали... Ну, наверное, Леша-то, конечно, тоже такое мог придумать. Я нет просто как лет, но для меня тоже типа креативность. Мы снимаем в горах, да, три дня съемочных у нас в горах. Я думаю, блин, сейчас вертолет дорого, еврокоптер, камера стоит кучу денег, которые привезли из Стамбула, там с Будапешта, вот эта головка, которую надо летать и снимать. Ну, думаю, блин, и так сложно, как там все успеть? Ребята просто придумывают, берут трех разных скалолазов, на разные горы его ставят в одной и той же одежде и просто пролетают и снимают вот так. И у них получились разные кадры, как будто он идет. Не так, что одного потом пролетели, сняли на следующий кадр, давай-ка он пока... Ну, то есть разные вот такие штуки, которые тоже от продюсера зависят, и гибкость это. Я пока ее больше замечаю в Украине, меньше, чем здесь. Но это опять вопрос, наверное, опыта, да, ребята. А с количеством кейсов, наверное, да? Да, с количеством кейсов, и потом, ребята, тук-тук, ну, больше, да, опыта. Они же где-то чем-то сталкивались, и поэтому это как бы... Ну, вообще, с осмотренностью, как смотрят бэкстейджи, как студии смотрят бэкстейджи других людей, там, европейских, как они вообще это все дело снимают. И перед любой съемкой, ну, бриф приходит, и перед тем, как посчитать смету, желательно вообще с режиссером сесть и прикинуть, типа, как это можно снимать. С темизировать. То есть с оператором, с режиссером, типа, какие есть варианты, как это можно поснимать. Вот, от этого, собственно, стоимость и складывается. Потому что либо это вертолет, либо это вот на скалузле. Но от этого зависит. Нужно, конечно... Тут вопрос, да, конечно, если люди сильно считают деньги, то да. Мы считаем деньги, но мы сначала говорим, ребят, давайте вы расскажете, как хочет режиссер. Потому что, ну, вдруг мы готовы будем заплатить эту сумму, чтобы было круче. Настолько ли это будет круче, да? Ну, грубо говоря. Если мы сейчас все начнем резать, вот сразу режиссер, типа, чувак, это ничего нельзя, давай дешевле, то, по сути, грустный режиссер будет. Грустный режиссер будет, он не вдохновленный будет. Потом, по сути, это наш ролик с агентством будет тогда, какой-то эконом вариант, типа, ничего интересного. А это не очень хорошо. Мы вот так любим работать. Я сейчас расскажу, как. И так вот происходит все чаще и чаще. Приходит клиент и говорит, есть 5 миллионов, и надо, ну, вот примерно такая канва, типа, делать. И мы, на самом деле, любим так работать, потому что это исключает лишнюю коммуникацию. Ну, да. Потому что начинаешь придумывать, и хочется как-то все круче и круче сделать. И это выходит за рамки. Ты потом начинаешь общаться, и вот искать этот баланс. Но представь, я к тебе приходил, мы не говорим никогда, сколько у нас есть денег. Вы совершенно другие. Ну, да. В основном, в основном, люди, компании, они знают, сколько они готовы потратить. Вот прям на 100% знают. У них есть четкий, фиксированный бюджет. Почему бы его не сказать? Потому что, ну, все равно, в смете это будет настолько прозрачно. Там будет, вот обед каждого, там, ну, типа, просто будет понятно все вообще детально максимально. Ну, да, так, наверное, вам проще. Это очень удобно, да. И ты прикидываешь, а, ну, да, тут точно не вертолет. Так, и ты тут понимаешь, что, типа, здесь надо что-то придумывать другое. Вот крутой кейс, мне тоже, ребята, СССР в Украине рассказывали. Короче, у них была, они где Мордонс, не помню, кого снимали. Классный ролик вообще, супер, я потом могу вам высылать. И там идея вся была, что им нужно было снимать, короче, нам нужен крутой рейш, но мы это снимаем в Украине, короче, и надо найти локацию. Ну, все, вроде бы жесткий, по идее, да, крутой режиссер какой-то там, и там локация, ну, но будем снимать в Украине, экономить. Ребята вообще все переграли. Они говорят, блин, короче, они какую-то нашли локацию в Европе, но она супер просто какая-то была идеальная, и говорит, давайте режиссерам местного украинского возьмем. В этой истории суперрежиссуры, ну, типа, они говорят, такой прям нет. И этот наш украинский парень, и то есть они вместились в бюджет, типа, за счет того, что режиссеры взяли все, но предложили украинского, взяли какую-то, ну, не знаю, видно, у них опыт был, они снимали там, она прям идеально к ним подходила, и он говорит, вот креативность, мы подошли, мы выиграли тендер. Мы убедили, хотя вначале дрифт был, давай, как у них получилось, конечно, дешевле снять. А, смотри, итальянец, нет, смотри, итальянец, допустим, двадцатку день стоит, а украинец пять, пятнашку же они экономят. А, ну. Я говорю, что они сказали, все, давайте, они сказали, давайте не будем, вы хотите крутого иностранца, давайте не будем его, давайте украинского возьмем, ну, поедем, понимаешь? просто там дальше же вопрос с оборудованием и с командой, какая команда. можно снять там, двоим-твоем полететь, а в Праге-то сервис свой есть, снять эту штуку. Короче, вот такие. Кстати, вот таким командам, как у вас, нужно там, к примеру, чем-то там владеть, например, ну, типа техникой, какие-то активы такие свои создать, или это все как бы берется в аренду, в рентал, вообще это целесообразно или нет, удобно? Не целесообразно, не нужно иметь, на самом деле. Ну, можно, можно что-то, какие-то основные вещи иметь, которые, например, постоянно используются, не знаю, сейчас очень модно использовать Астеры, не то, чтобы модно, удобно, это там световые палки с очень классным диапазоном и там эффектный свет настраивать, там классненько, красивенько. И вот, если там знаешь, что ты их постоянно используешь, где-то они там удобно, можно их купить, они там чуть-чуть больше экономить где-то. А что еще нужно в этой продакшн-компании? Например, хочет человек открыть такую продакшн-компанию, куда он должен вложить деньги? Ну, кроме того, чтобы собрать команду? Клиентов. Вложить деньги? Да, как бизнес, что нужно купить ему, чтобы чувствовать себя, например, конкурировать с вами, например. Ну, ему надо команду хорошую собрать. Да, я говорю, кроме команды. Что-то еще? Офис, не знаю, какие-то автомобили, не знаю, что-то. Ну, точно нужен офис, тем более, это так или иначе, как бы, креативная команда получается, и офис тоже должен быть какой-то, ну, приятный очень. Да, типа, это точно. Не нужно особых вложений, на самом деле. А когда ты начинал, у тебя уже были какие-то, хотя бы, минимум клиенты? Ну, знаешь, конечно, я вообще, я очень боюсь серьезных решений, да, уходить никуда, там, типа, себя не страховать. Ты уходил уже с какими-то ребятами, которые они могли вам заказать? первый пивзавод, там, какие-то были йогурты, там, еще что-то, и там я начал уже делать какие-то небольшие видосы, там, какие-то отчетные ролики, какие-то анимации, и заказы все шли-шли. Я вопрос нельзя задал, это и должно быть основное, у тебя должна быть команда, плюс уже, желательно, чтобы какая-то определенная, хоть какая-то минимальная база, так легче, чем с нуля, себя рекомендовать, понимаешь? Вот, это вот две вещи. Хоть какие-то должны, ну, хоть, чтобы ты мог за цвет платить, хоть немного за офис, там. конечно, и там на этой базе ты уже можешь развиваться. Да и просто, ну, если бы я просто так ушел, снял бы офис, и такой, типа, ну, камон, клиенты, давайте, а их как бы нету, появилась бы адская паника, просто, я бы за месяц себя сожрал, вообще, в агентство, вот. Но, смотри, еще произошел пинок, я не видел никогда, как работают другие продакшены, как вообще, в принципе, я, типа, никогда не формировал толком бюджет нормальный, я, там, сметы не умел составлять, многих вещей вообще не понимал, и это все как бы страшно было, какая-то вообще там другая жизнь, и вот я там выиграл этих молодых львов, поехал в Канны, кстати, там тоже интересная история, как я поехал, у меня сын родился в этот день, когда я выиграл, и я все деньги туда потратил, и у меня абсолютно не было денег, а наше агентство, сказала, типа, для чего не платить, типа, чувак, хочешь, сам лети, как хочешь, вот, а там, типа, за вход, там, 600 евро, по-моему, Асхат, и там вся команда спонсоров оплачивала, давайте, какой Асхат, мне после комментариев, Асхат Ускинбаев, Асхат Ускинбаев, он ведет, организатор молодых львов, потому что я после комментариев, в предыдущем видео, кто такой этот, скажите. Там 600, там больше стоит. Ну, ладно, не, по-моему, вот такой входной для молодых стоил именно 600 евро, вот, а для, там, именно тех, кто подает, участвует. Нет, я просто как обычный, типа, просто посмотреть, а 200 чем-то платил. Ну, может, может, я ошибаюсь, вот, кстати, цифры, это вообще такое, я, типа, они забываются, у меня стираются. 1900, ты полетел, короче. Да, мне, ну, я нашел, я долго думал, как это сделать, нашел у спонсоров, типа, я решил такое, типа, давай я буду снимать блог каждый день, и туда кого-нибудь интегрирую. Круто, да, позвонил своему, одному из своих бывших креативных директоров украинских, вот, Антону Савчику, и говорю, есть такая идея, он такой, круто, скорее всего, сработает. И я начал искать, искать, и вот Сбербанк согласились, и Хайникин еще на чуть-чуть согласились, и вот мы набрали, еще со мной Дина была, выиграла, вот мы вдвоем набрали там сумму денег, и полетели, собственно, там через Украину, там еще как-то, чтобы поинтереснее было, маршрут там сложили. Вот, и короче, смысл-то в чем? Прилетаем мы туда, и в самый первый день выходит агентство СНАСК, какое-то европейское, и просто разрывает мне мозг, напрочь, сразу с первым выступлением, они просто рассказывают, что все можно делать совершенно по-другому, как они ведут презентации, что они там могут на презентацию вообще с группой прийти, или с диджеем, или еще как-то сделать, как они снимают, делают кей-вижелы, они типа могут взять, выпилить огромные буквы, поставить их перед супермаркетом, залезть на крышу, и вот когда люди начнут собираться, там мамочки гулять, все вокруг там, ползать на этих буквах, типа это щелкнуть, там чуть-чуть обработать, все, это кей-вижелы, типа как они вот так вот ко всему подходят, и я такой типа смотрел на них, блин, я больше не хочу работать в своем агенции, вот в этом, типа душнилове. А там как раз наступил такой момент, когда все украинские креативные директоры уехали, и мы типа остались сами по себе, все крутые мозги уехали, потому что какие-то... Курс, курс. Курс, да, поменялся, что-то еще, ну короче, грубо говоря, еще один там кризис, и такой все, я не могу, это же так круто, пусть я буду мучиться, но я хочу прийти к тому, хочу, как эти чуваки, а они прям, это вот их агентство, они что хотят, то и делают. Я просто говорю, так можно, так можно было. Приезжаю, такой думаю, блин, надо сначала немножко диджитал понять, и так перешел в диджитал-агентство, там еще поработал несколько месяцев, чтобы понять вообще, как там все крутится, красновая сфера такая появилась, и все, и на хрен ушел. И не пожалел, я начал делать видосы, типа, с 30 тысяч тенге. Вот-вот. 30 тысяч тенге, это вот для пивзаводов, вот эти? Да, ну типа там вообще какие-то супер, такие быстренькие штуки. То есть какой-то скайвент проходит, приходит снимать. То есть оттуда примерно начинаются вот такие, зарождаются такие компании, да? Да, потом встречаешь людей, собираешь команду, типа, вот когда формируется команда, все стремятся быстрее вылететь, подняться, и все друг другу помогают. Ты, типа, у тебя рождается идея, ты ее обсуждаешь со всеми, она корректируется, и она оттачивается. Вот это круто. То есть, блин, команда, это очень важно. Слушай, а у вас вот канал продаж, вот, я так понимаю, сарафан очень большой, да, это самый большой канал, или вы что-то еще делаете в рекламе, продвигаете себя? Я, по-моему, на вашу, мне кажется, это попадало на ваш, в ваш таргетинг, может быть, я что-то искал. Может быть, вполне себе. Ну, смотри, самое, да, естественно, это все сарафанное, это все по знакомым, как у нас все решается. Ну, и, собственно, если ты для кого-то хорошо сделал, он тебя дальше рекомендует. То есть, спрашивают, типа, кто может, говорят, ну, вот, эта студия неплохая, и вот эта неплохая. Типа, я с ними работал, типа, они не подводят. Вот, важно. Поэтому всегда важный хороший сервис, всегда очень важно нормально работать. И, ну, мы в Инстаграме там запускаем периодически, там, бэкстейджики свои показываем, как мы работаем. Оттуда приходит клиент? Вот. Мы очень плохо это отслеживаем. Типа, но приходят. Ну, типа, несколько раз, я прям помню, что такие довольно большие, даже клиенты приходили, они такие, оп, мы видели у вас там трансляции с Самсунгом, или там ролики Сбербанку снимаете, а мы другой банк, мы тоже хотим ролики. Вот. И нормально все. Они видят, что у тебя был опыт с банком, там, и такие... Ну, бренды работают. Самсунг, видишь, ну, круто. Я зашел, посмотрел, что там было. Вот. Типа, понравилось, не понравилось, но уже, типа, думаешь. Это так и работает, по сути. Ну, я вот, у меня проблема. То есть, согласен, что, ну, может, вам этого не нужно, но всегда история такая была, что у рекламных агентств, что у продакшенов, что никто себя как бы сами себя никак не продвигали. То есть, особенно агентства, сапожники без сапог, типа, рекламу делают, но их сами себя на рынке не сильно показывают. Продакшен какой-нибудь тоже самое мог бы это делать. Вот, допустим, я, допустим, клиент, да, сижу, вот, я тебе откровенно скажу. Я с тобой познакомился по другой теме, это по подкастам. Я Леша позвонил, спросил, он мне супердобрый ответил, все как нужно. Но никак, знаешь, не на рынке. Я вот вижу Octopus, все, AnyKey Octopus, какие еще студии есть продакшен у нас? Вот даже захочу с кем-то подавать. Смотри, ты AnyKey вообще не увидишь никакой рекламы. Ты их просто знаешь. Да, да, потому что много лет, но другим-то надо как-то... Уже он как-то ассоциируется с индустрией, на самом деле, его имя. Конечно, конечно, много лет. Вот Octopus, а кто еще? Octopus тоже же не сильно рекламируется. Ну, тоже там может быть что-то. Ну, да, но я как-то про них узнал. Как у других? Есть еще студии? Да хренища, просто их миллион. Нет, ваш уровень. Никита всем там мелкий, а уже ваш уровень. Да, Паша Каштанов, например, знаешь? Паша знаю. Вот он тоже у него сейчас студия. И он... Он сейчас один, не один, он же что-то один там работает. Он сейчас вот как режиссер студия, фильмонавтика называется. И с другими режиссерами, я насколько знаю, не работает, потому что ему интересно себя качать. Вот, и... Ну, они там не совсем гибкие сейчас. То есть нам нравится, в принципе, с Пашей работать, и мы хотели бы, но он уже не очень хочет. Потому что ты говоришь, я хочу сам свою студию качать. Ты говоришь, Паша еще кто-то. Но ты пойми, мы же большой, брат, нам нужна студия, нам нужно как бы общий сервис. По B2B, чтобы... Ну, нет, нет, не в этот смысл. Я не могу там типа с Пашей, ну, и не привык обсуждать и продюсерские вещи, и режиссерские вещи. Это вообще иногда режиссер, и прод... Вот для меня, если честно, может быть, это не... Ну, я сейчас скажу такую вещь, которая... Ну, мне кажется, в будущем ты тоже с этим столкнешься, тебе придется выбирать. Для меня важно, чтобы режиссер и студия, они всегда заодно. Но я пытаюсь входить в это общение и пытаться отодвигать чуть-чуть студию и разговаривать с режиссером. Знаешь почему? Потому что часто студия, так как студия отвечает за деньги, они могут его начать прогибать и отжимать на какие-то вещи, которые он, может быть, не хочет делать. Понимаешь? Это приглашенный режиссер. Да, приглашенный режиссер. Понимаешь? И тогда я говорю, когда что-то режиссер говорит, я вижу, что студия что-то ему хочет там... Типа, нет, нет, он не это имел в виду. Я сказал, нет, нет, подождите. Что там, типа, Марк, ты хотел сказать? Может быть, он хочет идею креативную, и она ценность мне больше даст. Но студия уже посчитала смету, и они такие... Нет, ты не можешь это просить Марк, понимаешь? Ну, кто как работает. В будущем, может быть, когда ты будешь больше приглашенных звать ребят или все? Смотри, мы очень сильно уважаем любого вообще режиссера, и это его работа. В смысле, и делаем вообще все максимально прозрачно с клиентом. Если мы с каким-то другим режиссером делаем какой-то проект, мы в любом случае все это доносим клиенту, говорим, здесь только единственное, получается там, не пять, а восемь. И клиент говорит, либо да, либо нет. Либо им нравится то, либо они говорят, ну, нам нравится, но денег нет. Ну, ты по этому случаю... Зачастую просто вот эти идеи выходят, когда уже смета утверждена. Это точно переговоры, это надо понять. Это переговоры. Не нужно париться, думать, что нужно за один раз все решить, за один разговор. Восемь раз встречайтесь. Пусть это будет максимально прозрачно и гибко. Нету времени. Ну, да, ну, встречайтесь по видеосвязи 15 минут, ну, типа, просто 10 минут донести там, или вот, ну, высылайте это. Я лишь хотел сказать, что режиссер и студия, они всегда, получается, у них интересы, они одни и те же, как бы, защищают. И я пытаюсь на этом балансировать, и для себя тоже, для компании... То есть, вы разделяете? Пытаюсь, пытаюсь. Разделяю власть, то это работает. Разделяешь тоже, картина агентства тоже, да? Да, и агентства пытаюсь. Ну, все равно тяжело оторвать, они все равно, конечно, но я просто пытаюсь его выслушать и, типа, давать больше ему возможностей сказать что-то. Потом, да, ему сказать, нет, это херня, и сказать, давайте попробуем. Ну, типа, грубо говоря. Вот это такая тема, знаешь, это тоже и в нашей индустрии. По идее, мне кажется, рано или поздно все придет к тому, что все, кто в этом участвует, они все должны быть все-таки как бы с одной какой-то понятной целью, и внутри их разделение это такое не очень хорошее штука вообще. Потому что всегда есть деньги. Понимаешь? В итоге. В итоге есть бюджет. И часто бывает как? Тендер прошел, и ты, типа, в тендере утвердил смету. Все, она утверждена. И мы не любим ее пересматривать. Вот мы готовы до того, как общение идет, мы готовы, только дайте нам в лицо, скажите, у нас такой тритман, мы такие зарядки, все. Но когда утверждена смета уже, вот дальше, а просто более тесное общение с офисером происходит после утвержденной сметы. Ну смотри, потому что ты сейчас относишься к тому, что ты не любишь пересматривать смету, и это никогда не поменяется. Это не вопрос, то, что я люблю или нет. Есть же другие какие-то как бы организационные вещи. Вот смотри, а представим, что, например, у вас цель сделать крутой ролик, да, к примеру. И к примеру, вот это то, что заказчик не любит пересматривать смету, например, чтобы это будет, ну там, завтра у этого представителя, не знаю, директор по маркетингу, бренд-менеджер или кого-то там будет больше полномочий в плане пересмотра сметы. И если это нужно, он это все-таки делает, понимаешь, ради, не потому что, чтобы кто-то больше заработал, а чтобы там проект был лучше. Ну это только игра в одну сторону, потому что я наверняка, хоть Леша и говорит, что смета очень прозрачная. И у меня всегда есть вопрос со студией, ну, студии, насколько она прозрачная. И насколько там есть возможность для какого-то гэпа оставлять, чтобы мы ее потратили на идею режиссерскую, а не то, чтобы я ее перекрыл, и ребята ничем не рисковали. А почему у тебя такой вопрос возникает? Для меня это все равно странно. Давай начнем с базового. Сколько комиссия у продакшн-студии? Вот вы всю смету ставите, сколько и сколько? У нас 10, по-моему. 10 процентов? Да, да, там еще зависит от суммы. Там, если эта сумма большая, значит, 4. Ну или маленькая, тогда не 10, а больше, наверное. Нет, больше 10 не поднимем никогда. Даже если будет роль 2 миллиона? По сути, как мне кажется, 10 процентов – это маленькая комиссия. Ну вот смотри. Я поэтому и говорю, что она маленькая. То есть я говорю о том, что если бы, например, у вас не было бы вопросов, не заложено ли в этой смете все-таки что-то еще, а мне кажется, что комиссия 10, она маленькая, и поэтому, наверное, я бы еще что-то заложил, например, при таких рисках, например. Вот. Или же, ну если только все инхаус, только, да, все сотрудники у тебя инхаус. Но если бы, например, была абсолютно действительно чистая смета, например. То есть абсолютно прозрачная с этой стороны это условие, и тогда, например, с вашей стороны ты понимаешь, почему… Тогда вообще не вопрос. Конечно. Ну вот. Тогда можно работать. Это же вопрос, честно говоря, вот я в своей индустрии немножко за это топлю, потому что, например, вот если не брать там канал, у которых там вот эти установленные процедуры, а если брать, например, вот мы обсуждали там с одной компанией, которая делает там веб-сериал там и так далее. Я говорю, вы же частные ребята, по сути, и вы такие очень гибкие, вы производственники, вы же всеми этими вещами, как заказчики, ну не зашорены. Вы знаете, что стоит? Мы можем сделать такую смету в две стороны. Ну то есть, вот я сделал состав сметы, ты мне говоришь, вот звукач стоит не столько-то, а столько. Я говорю, приведи этого звукача и поставь, забери эти деньги. Ну и мы заплатим этому звукачу, ты можешь его поменять. Если мы с тобой такого же уровня. То есть, я не говорю там, все равно, не-не-не, все этими деньгами распоряжаюсь. Ты мне говоришь, как заказчик, вот я там условно говорю, этому не 100 тысяч надо заплатить, а 80. Я говорю, приведи чувака за 80, да, мы будем, пускай он будет работать. Если он соответствует по уровню такой же, то все окей, не работает. Но я хочу, чтобы у меня было 20% комиссии. Я считаю, что это вполне справедливо, и тогда вообще нет вопросов по вашей смете. Хоть что вы делаете? То есть, если я свои 20% заработаю, ну это вот в нашей индустрии, то окей, потому что, ну как бы, все остальное мы можем как бы делать. Это вот такая сейчас, вот такая с двух сторон, да, это вопрос, ну по большому счету, можно назвать такое недоверие, да, как бы. То есть, вы стараетесь, вы хорошо соглашаетесь на смете, но если что, вы стараетесь все равно по максимуму там отжать. Конечно, конечно. Это не то, что вопрос недоверия, на данный момент, это мы все равно, как бы, мы не там, не друзья, не родственники, мы все равно бизнес в любой вещи, там, понимаешь, здесь то же самое происходит. Но если ты хорошо знаешь, ты же можешь сметь увидеть, что то, что дороже. Я говорю настолько хорошо, что в Украине происходит, или в Казахстане, наверное, не могу сказать. Что, например? Ну, не знаю, я вижу там, что они пишут просто, в общем там, я не знаю, транспортные расходы. Ну, ты говоришь, а что столько много? Ну, нам столько нужно, но я не знаю. Мы очень часто, когда возникает вопрос, типа, может поговорим по смете, да, пожалуйста, мы садимся и прям ее разбираем детально. Типа, что это вообще за транспортный расход? Сколько это машин? То же самое делаем. И нам, в принципе, как бы на словах, то, что мы пока не идем, только что мы пока не сделали, не пошли пока к этим ребятам, не спросили у тех ребят, сколько они по-настоящему берут. Это шаг, если мы сделаем, наверное, мы точно все уже знаем. Но вопросы конкретно с людьми, конечно, мы задаем. Но есть другие комментарии, например, что касается нас. У нас всегда сметы, почему еще это все возникает. И я к этому готов даже. Допустим, сметы, которые, вот если ты с нами будешь работать, например, ты посчитаешь первую смету один раз так, нам, а на следующий раз ты посчитаешь ее намного, ну, больше. Почему? Все студии говорят нам, например, что у нас уровень перфекционизма и насколько мы, грубо говоря, задрачиваем продакшены и так далее, что им приходится, мне в лицо говорят, ребят, вы настолько геморройны, что нам приходится перезакладываться чуть-чуть. Больше человека часов. Да, конечно, конечно. Это статья в смете же? Нет, нет, там не пишут мне Дима Каспин, коэффициент 005. То есть ты сознательно знаешь, что там где-то в других этих вещах. Ты знаешь, что у тебя монтажер, например, будет сидеть не там два дня, а типа вот будет работать 15 дней. И они будут комментарии давать, там типа. И менеджер будет постоянно работать в эти там месяц, к примеру. Не два комментария, а 25 комментарий, грубо говоря. И на выходные все будут работать, потому что мы по срокам всех отжимаем жестко. То есть это вообще субъективно, вот это вот все, понимаешь? Мы там диваны будем пробовать 30 раз менять. Это вот эти, кто с нами же поработал, такие, они потом, мы первый раз с вами в ноль поработали, короче, в следующий раз будет по-другому, потому что вы просто, типа, очень, очень, очень вас просто, вы нас затрахиваете, грубо говоря. Ну, все по-разному, да. Но, если бы в 100%, в каком, я не знаю, в идеальном мире, мне бы сказали, что вот эта смета была, я бы сказал, я бы реально сказал бы, стоп, супер, 20 вы заслуживаете своими рисками, работой и так далее. Больше ничего не закладывайте. Это было бы круто, супер, я считаю. И тогда, конечно, любая дополнительная штука уже начинает выливаться, типа, Дима, ты хочешь, вот режиссер хочет, не просто, а кран хочет. Дима, давай кран, или не будет крана. Давайте цену посмотрим. Это же вопрос того, что вы не знаете цены, да, ну, по идее, с рынка. Ну, это, ну, как бы. Нет, я просто, сейчас ты думаешь, что-то заложиваю. Давай-ка я, как-то мы сойдемся на чем-то. Понимаешь? Вот такая игра начинается идти, понимаешь? Ну, это бизнес уже. Вы же тоже тендеры устраиваете. Вы спрашиваете у одной студии, у другой, вот так, две сметы ставят, и такие, ага, кран здесь только, здесь только. Ну, типа, это же все просто. Ну, камон. Нет, нет, я говорю, когда уже тендер уже выбран, уже, и ты после, начнется какие-то изменения. Это всегда же так же, потому что, ты выбираешь режиссера, на самом деле, мы уверяем все же, у нас редко бывает, что тритман 100% попадает. Мы говорим, что по видению это нам больше подходит, но у нас есть комментарии, но он больше всех подходит. И сумма нормальная. Ты выбираешь, и начинаешь как бы заново с ним проговаривать все эти штуки. Нам вот это понравилось, твоя идея здесь чуть-чуть не заходит. Это новая смета сегодня? чуть-чуть, чуть-чуть, да, а потом режиссер, уже он тритман-то один пишет, а потом, когда его уже выбрали, он такой, опа, а вообще ключи было бы, можешь вот так сделать, понимаешь? И тут он начинает уже потихоньку студия. Тебе такие, блин, ну слушай, чувак, ну мы же уже сумму показали, ну может быть не надо. Если настолько круто там, что-то действительно есть, студия прониклась, значит студия, она тоже должна быть не только считать. Люди, которые работают в студии, они должны быть по сути все равно творцами, им должно быть интересно, что это больше крутой продукт, не только заработать маржу. Это команда вся общая. Да, тогда может быть кто-то, когда мы говорим... И клиент тоже должен болеть этой идеей. И согласен. Я говорю, ну я окей, если это, ну вот это вот, что-то круто будет, давайте. Но я уже хочу какой-то, и даже в этом какой-то, может быть, мой какой-то характер, несвредность, чтобы студия поучаствовала, если они хотят, чтобы это покруто, и финансами тоже поучаствовала. Скинулись, да? Ну по сути да, понимаешь? У меня такое начинается во мне. А вы тоже круто же хотели? Вы же за это болеете, чуваки? Или как агентство часто говорит, это будет намного круче смотреться? Я говорю, вы как агентство готовы сюда хотя бы часть денег заплатить, чтобы это круче смотрелось, ваша работа. Такие, нет, ну окей, ребята, я за бюджет отвечаю, понимаешь? Давайте кто-нибудь хотя бы за крутость, то ведь немного, я не говорю 50%, давайте как-то там подожмемся, может быть где-то там студия, где-то что-то, понимаешь? А если бы она сказала, мы не возьмем с этой суммы комиссию дополнительной? Тебе хватит? Силу процентов? Да, 10%. Ну может быть. Ну подой, на ее месте что она должна сделать? Там большая игра, там вопрос в том, что когда идет PPM, много вещей, в суть студии, меньше как бы, ну все было в этих рамках. Моя задача сделать все круто, ну лучше, чем хотелось бы, и при этом тоже попытаться остаться в этих рамках. Но при этом там некоторые вещи, ребята там идут навстречу, некоторые не идут навстречу к нам, понимаешь? Это процесс. Это очень неприятно, когда ты ставки кому-то сокращаешь, когда оператор получает меньше, когда там режиссер получает меньше, потом рентал получает меньше. Нет, нет, это конечно не должно быть. А откуда деньги? Они вот отсюда, они берутся, ты у всех просишь скидку. Алексей, у тебя просто, видишь, такой подход, у больших, у многих студий, я тебе уверен, люди перезакладываются. Работа может быть именно с нами, потому что мы там, ну, геморройный клиент. Они вас уже понимают, да. Да, геморройный клиент. Может быть так просто. Хорошо. На будущее такое. Чтоб ты понимал. Если вам честный свет дашь, мы потом тебя вот так вот выживем, ты скажешь, блин, у меня столько людей пахали, на них вообще ничего мы не брали, и получили столько, сколько там с ребятами. У нас вот, у нас было таки это, то есть я вообще не работал с большими бюджетами, мы вообще такие, как продакшн, которые там, я не знаю, почему-то нам могут обращаться, либо времени нету, там, либо вот как-то, знаете, там, вот, а вы же сделали что-то похожее, мы с небольшими бюджетами делаем, потому что у нас еще и фокуса на это нет. Мы там не ищем так сильно клиентов, там, у нас, если мы свободны, мы делаем, если не свободны, то, ну, так, как бы, вот, и мы один раз, ну, вот, и у нас, поэтому такое, у нас у всех немного денег, и мы, типа, вот, давайте мы вам сделаем фокусы, как бы, как за немного денег будет это выглядеть дороже, ну, грубо говоря, чем у вас денег, да, там, потому что мы, ну, да, мы не сталкивались с этим сервисом, ну, я один раз сталкивался, но это тяжело было, короче, другая компетенция, да, вообще, не сталкивались с этим сервисом, обслуживание, обхаживание, мы говорим, вот так мы можем снять вам, и мы, по сути, ничего больше, как бы, вот, примерно, условно, ну, там есть этот, там, какой-то, сториборд там какой-то, ну, ты столкнулся потом, захотели стол другой вообще, вот это и есть работа, когда ты заранее. Я понял, да, то есть, у меня был случай, и мы не поняли, как это произошло, мы говорим, там какой-то, ну, международный бренд, но мы думали, а они так сказали еще, это не рекламный ролик, это вот как-то на телеке, такое, между межпрограммкой, в итоге это оказался рекламный ролик, со звездой, потом приехал бренд-менеджер из Москвы, мы офигели, думаем, что, зачем, мы-то всех вещей ваших не знаем, понимаешь, она приехала, говорит, а какие еще есть варианты, давайте менять ванну, потом, теперь, теперь цирк, варианты, мы такие, они все посчитали, что было уже по минимуму, понимаешь, чтобы ничего не менялось, понимаешь, нам сказали, так, а есть другой цирк, типа, мы говорим, нет, у нас один цирк, ну, вот это вот, для нас это все очень странно, понимаешь, мы не прыгали, мы так, она приехала, что-то спрашивает, и она тоже, честно говоря, подофигевает, что мы как-то не такие, вот, не прыгаем вокруг, мы такие, окей, ладно, и агентство тут же куда-то исчезло, короче, я-то думал, почему-то я-то, мы всем этим занимаемся, почему мы даем какие-то разные варианты, что-то ищем, агентство говорит, а, это вот, такая вот приехала, не знаю, что это такое, мы это все, как мы обычно снимаем, там, в кино, там, в сериалах, ну, в сериалах, в обучении, в программах, мы такие договорились, ну, там, цирк можно, это можно, это, что еще надо, деньги, погнали, да, денег у вас мало, вам надо срочно, мы можем, можем, давай снимем, там еще все, окей, будем это делать, потом эта девушка приехала, такая, уже вот, ну, она как рекламный ролик, уже, давайте, поставь мне здесь плейбэк, я такой, так, плейбэк, окей, отдельные деньги, отдельные, не, у нас есть плейбэк, мы же киногруппа, но все, это нам ничего не стоит, не, за смету ребят выставляют, да, я понимаю, я понимаю, что мы не выставили в смете плейбэк, да, мы такие, окей, если надо плейбэк, у нас есть плейбэк, принесем, это там, то есть мы ничего не выставили, и думаю, ну, за 4 дня, до этого мы считали 4 дня поснимать, блин, да какие вопросы, и потом это все такое, такое, потом на монтаже, нас потом, другой цирк, когда нам сказали, мы такие, я говорю, у нас в городе один цирк, я честно говоря, не знаю, кто может решить этот вопрос, хоть я не кей, хоть кто, я не знаю, ну, короче, и мы тогда, конечно, вашу работу эту всю поняли, и у меня действительно был вопрос, нет, это совершенно не те деньги должны стоить, потому что мы как бы, ну, вот обычно у нас вот наоборот, мы какие-то вопросы решаем, обычно типа мало денег, окей, а вы что, вы же кино снимаете, да, мы сейчас вам, и уже нет каких-то вот этих вариантов, там единственное новое сценарие, конечно, там, ну, есть вот эти, ну, как всегда, то есть какие-то вот типа хотелки там, и ты как бы... вот опять, ты же смертел в ролике, поставишь один диван, и скажешь честно нам, а ребята понимают, что надо, может быть, три заложить, например, диван просто? Ну, потому что вот так вот, нам вдруг не подходит это, нам осел... это тоже странно, это... Не, я как диван, как пример, но... ППМ же потом все решают, что все точно желтый. Да, ну, ты отжимаешь, поэтому, да? Да, ну, просто, просто все равно это как бы чувство, нет, на самом деле, по большому счету, пока все равно это есть, не то, что вопрос недоверия, это все равно вопрос, что мы все равно на рынке, понимаешь? То есть, где-то на ППМе, ребята, мы еще дополнительно захотели вне смерти, они нам вступили, такие, ну, вот так вот. Если вдруг, ну, есть другие ситуации, например, локация не устраивает нас на 100%, смотри, давайте расскажу вам, в чем основная проблема. Дима, в начале, за 15 дней до съемок, ты король, чем ближе съемки, король студия, объясню почему. В начале мы говорим, блядь, нам не подходят только вот эти локации, нам нужна вот такая идеальная локация, и люди ищут локацию, да, высылают, 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 и чем ближе становится момент, тебе говорят, вот нет больше локации, Дима, и ты должен, почему я за свои деньги, за компанией денег, должен идти на компромисс этот, понимаешь? Но съемочный день есть, бюджет, часть оплачена, и в этот момент, как только мы начинаем приближаться к ближайшему съемок, студия начинает быть королем, понимаешь? Потому что тебе просто частично, иногда, я не говорю, что всегда, вообще это редко бывает, но начинает тебя уронил уже отжимать, то есть начали такие, мы все сделаем, а потом трогаем, ну нету у нас больше, чем ближе становится момент, тем становится, или же если будет вон та квартира, которая на районе мамушевы того-то, мы в съемочный день, мы сколько завожили там? 14 дней, мы не успеем, очень далеко между собой локация находится, мы не успеем переехать. Давайте бы две смены, а две смены это... Ну да, но нам же обещали локацию, которую я хочу, в эту смену, понимаешь? Это их задача найти в эти часы, но уже начинается вот такая штука, понимаешь? И когда, и чем больше таких вещей происходит, которые ты идешь на компромисс, и ты хочешь за это какую-то сатисфакцию, ты начинаешь, понимаешь? То есть есть какой-то зазор, где невозможно прям все обо всем договориться, и кто-то все друг другу там немножко... Типа вылазит, да, эти переработки, что у тебя там еще 3-4 часа, все должны на площадке работать, ну там договаривались на 10 часов, в итоге там в 15 это вылазит. Переработка, Леш, как договориться со всей командой, так что... Расскажите про переработку. Давай я тебе объясню. Что такое смена в 40 часов? Да, бывает такое. Как это может быть? Бывает, и просто они рассчитывают там, типа, это 18 часов, например. Почему это не две смены? Потому что мы экономим. Как экономите? Объясните, простым людям. Ну, чем 2 дня, типа, и 1 длинный день. Ну, на чем экономить? Режиссер, он получает не один гонор, он получает за 2 дня. Но он, если он 40 часов работает, он же 2 дня работает? тогда за проект. Нет, ему меньше, тогда ему за проект дают. И он, типа, спокойно готов 40 часов с ним? Ну, не спокойно, они с ним как-то договариваются. Какая-то сумма ему, ну, чуть-чуть больше дают там. Ну, может, легче все-таки, чтобы он поспал, и на вторую смену вышел? Легче, ну, ты же где-то считаешь в школе? Ну, ты же понимаешь, все деньги же. Есть статья, есть статья режиссер, например. И, например, он видит, что вполне возможно, и так уже было, что он будет 40 часов снимать. Правильно? Ну, например, я не знаю, сколько там, 10 тысяч долларов, каком режиссер там, да? И, например, вот, вот, если его статью брать, он говорит, хорошо, 10 тысяч, но я вот, не знаю, там, поснимаю. Ну, 12-й мы дадут договориться. А? 12-й дадут договориться. Не, ну, смотри, как вот, в частности, режиссер, он говорит, я вот, например, поснимаю там, 4 часов, посплю, встану, и еще за все это может 10 тысяч заплатить, да? Например, ну, может же такое быть, что он внутри смены, и лучше ему поспать, чем это, да? А остальные, как вот гонорары там тоже, потому что ты за смену платишь, люди как-то заходят и думают, что все-таки за 12 часов снимут, что ли? Ну, в смысле, почему так происходит? За счет чего экономия? Хотел тебе объяснить. Да, смотри. На чем экономия? Ты говоришь, если 40 часов, они не прекращаются, смена платика? Давайте не будем 40 брать, нормальную часу, 40 не бывает такое. Я вот, блин, недавно мне рассказали, что рекламный проект, я не участвовал в таком проекте. Ну, какое бывает? 30? Нет, максимально я был 24 часа. Ну, 24 часа, почему не две смены? А, потому что сутки, типа, сутки на что, на технику? Ну, техника, локации, ему, там, уже все равно меньше заплатят. Потом, в принципе, у тебя там, 50, человек на площадке. И, ну, типа, это тоже важно. Это то, что рассчитают. Все они знают, что, может быть, они зайдут, и это будет 24 часа. Конечно. Да, да, конечно. Это неправильно, но так бывает. Но смотри, переработки теперь почему могут быть? За что я готов платить? И это правильно. Смотри, если в процессе съемочном я создаю эту проблему, долго согласовываю, агентство долго что-то мы там решаем, или агентство, и мы сидим, носу ковыряемся, что-то не то просмотрели, общались между собой, там не так сняли, а потом говорю, ребят, что вы наснимали, давайте заново снимать. Это моя проблема. Если логистические проблемы, то, что они медленно переставляют, а я знаю, как быстро переставляют, могут переставляться, ну, лучше, если там какая-то у них логистика жопа, если там у них арт-департнер, я это вижу, потому что я много лет снимаю, если косячить арт-департнер, это не ко мне вопрос, ребят, вы заложились на вот эти часы. Профессионализм команды, продюсеры и так далее, зависит от того, как я иногда на процессах съемок говорю, ребят, а уже в это время можно же там это делать же. Ну, смотри, это тоже странно, потому что нормальная студия должна сделать тайминг. Вы этот тайминг тоже смотрите и согласовываете. Леш, ну, так у крупных студий очень крутых так получилось, у тебя так получалось. Не, понятно, но я и говорю, смотри, мы обсудили этот тайминг, ну, типа, мы понимаем, что вот здесь у нас час перестановки и прочее. И вот дальше, все же просто и логично, ну, типа, кто нарушил процесс? Либо студия нарушила процесс, либо клиент нарушил процесс. Клиент говорит, сори, ребята, но все-таки давайте стену перекрасим. Там, типа, и художники такие, ну, 20 минут еще, и мы такие, ну, мы вылезем, ну, и типа, здесь, потом еще где-то там, и вот мы вылазим, клиент сам понимает, что вылазим, и там на час, на два, и он такой, окей, все, все. Почему переработки дешевле платить за часы переработки, чем за целую смену? Вот 24 часа. Например, хорошо, я по технике, по локации понял, по аренде. Почему дешевле заплатить человеку за переработку за каждый час? У нас, например, за переработку, это в итоге, если ты за 12 часов переработки заплатил, это дороже, чем вторая смена, например. Ну, это понятно, но обычно столько не платят, типа, вторая смена не нужна. Типа, обычно, ну, там, на два часа больше задержались, максимум, из-за какой-нибудь там проблем. Ну, на два часа он у нас даже не платит. Ну, а если вот, ну, 24 часа за переработку? Ну, так не бывает. Это, типа, типа, это вы так накосячили. То есть снимали врачи-то? Это было, да, но там был косяк в чем, короче. Это не в студии был косяк. Мы снимали с Гульнара Сельбаева, помнишь? Мы приглашали с Москвы людей, которые человека другим делали. И она долго была... Сложный грим? Очень сложно. Он делал для точь-точь, московский, такой крутой очень чувак. Ее делали, короче, и мы не учли, ну, может, студия, я в детскую студию не буду обвинять. Со сложным гримом может всегда пойти что-то нет. А у нее все было хорошо. Она просто устала, начала нервничать. И она сказала, я не просто умоюсь, мне надо поехать в номер, искупаться, и я потом приеду. Это непонятный вопрос. Правильно? Мне студия не виновата. Кто должен оплатить? Да, понимаешь? Кто оплатил? Ну, мы оплатили. Не, не так было. Студия, во-первых, выстрела очень мало. Вот я сейчас еще расскажу. Студии иногда, почему я всегда все равно с ним надо работать, торговаться? Потому что, допустим, украинские студии, они пытаются быть максимально лояльны клиенту. И даже когда там час-два, они тебе могут вообще об этом не сказать даже. Они перезакладывают, чтобы с клиентом у них было меньше этих... Опять перезакладываться в этом же снице. Чтобы меньше было, чем больше ты клиенту отказываешься, ему тебе хуже с ним отношения. Да, я понимаю, я понимаю. Понимаешь? Ну, вот это вот все. Поэтому иногда они перезакладывают, чтобы так было, понимаешь? У каждой стратегии у разных... А Дикей тоже не любит говорить, например. Мы с Вовко говорили, он говорит, о, слушай, а у вас там уже этот... Я говорю, а что ты ни основному не сказал? Кому сейчас этот вопрос? Ну, грубо говоря, да? Они тоже такие более лояльны, понимаешь? Ну, они еще, наверное, в течение смены пытаются не создавать постоянно какие-то отрицательные, негативные... Допустим, как ты сидишь уже, у тебя 10 раз, тебе говорят... Время, доплачивать будем? А вот здесь вы, а вот здесь вы, а вот здесь вы... У нормальной студии есть роли, разыгранные заранее плохого, хорошего полицейского. Типа, там линейный вас ведет все хорошо, допустим, той пикчер с Димой Суханов, он генеральный, в конце уже видит, что как жопа, начинается уже такой, ребятки, а вы же как? Типа, уже понимаешь, да, о чем я? Ну, то есть, это же отношение. Почему мы говорим очень много, сервис? Сервис не просто то, что все вовремя, это отношение выстраиваемое с клиентом. Где ты им... Поэтому, когда вы говорите так жестко, давай смотри так. Нет, там где-то ты уступаешь, где-то те уступают, и какой-то вот на этом взаимном... Все равно вы не враги, но вот это вот происходит, и потом вы, конечно, выходите на какой-то результат должны выйти. Грубо говоря. Ну, и это живое, настоящее человеческое общение. И как ты общаешься с человеком, это очень важно. Но главное, что мы друг другу в плане этого доверяем в плане работы, что ребята все равно смогут это сделать. Когда еще... Если сейчас я могу представить, если помимо всего этого, у меня еще в общем в голове будет сидеть, что ребята могут не сделать, ну, тогда вообще... Ну, бывали проекты, например, полного доверия, и я не могу сказать, что они... В плане творчества, я сейчас не про деньги говорю. То есть, допустим, мы практически... Мы с агентством договорились, не будем комментировать. Много вообще режиссера. Потому что это идея чисто эмоциональная, без бренда там, бенефитов. Ну, вот мы делали во время пандемии, допустим... С маленьком, да? С маленьком делали. Мы сказали, давай не будем маленькой сильно, короче, на это вот. Ну... Стори-тейлингом... Стори-тейлинг, его видение. Давайте не будем, потому что мы часто там начинаем. И агентство у нас очень опытное. Там... Женя КД, он, наверное, снял... Как КД, он столько роликов снял. Женя Косли, ну, Серега был. Ну, они столько снимали в своей жизни, конечно, они уже, как бы, у них какое-то всегда свое видение есть. Но, да, вот, как-то такое тоже бывает. Иногда прям нам жестко, у нас прям чисто продуктовый ролик, ну, прям не до того. Донести успех в 30 секунд то, что ты хочешь сказать. Грубо говоря. Давай поговорим про YouTube. Давай, давай. Я как раз хотел про это... Вот вот этот, как сказать... Ну, это я вообще правильно называю это контент-маркетинг, да? То есть, когда вот производится сначала какой-то контент для людей, ну, который люди смотрят не как рекламное видео, там, или какое-то, а просто, что им интересно, да? А внутри уже можно что-то интегрировать вообще. То есть, есть какой-то... Вообще-то такой рынок существует вообще, но в том же YouTube. Я знаю, что в Instagram это он существует, да? По идее. Это работает, да, у людей, а вот в YouTube тоже, ну, где... Это развивается, но очень медленно почему-то у нас развивается. В России это вовсю работает, а у нас очень странно. Ну, типа, там, не знаю, вот пример. К примеру, там, William Lawson очень много интегрируется в различные шоу. Они там, вот, типа, было шоу Дай Ильича, такое трэшевое шоу. Вот. Они вообще, то есть, полностью от начала... Да, это типа... Казахское было шоу-то? Нет, подожди, это в России, да. Вот. К примеру, они его полностью спонсировались, там, все под них вот это сделано. Они могут по закону, да, такое? Или YouTube это такая зона, где алкоголь... Так они там не пьют, собственно, да, ничего, никого не призывают, вот. И, собственно, что? Это шоу делали там, еще многие в многие шоу вкладываются, и... А здесь я с William Lawson разговариваю, и они такие, ну, типа, на Казахстан мы бюджета не тратим. Мы пока не понимаем нам вообще, зачем это все надо. Вот. Хотя мы сделали специально под них проект, морской бой называется. Вот. Там алкогольный морской бой. Да. Прикольно. Но это вот контент, именно чтобы люди смотрели, а не рекламные, да? То есть... Да, это прямо для людей, в первую очередь, где просто что-то интегрировано. Вот. И, как бы, вот сейчас время какое-то пришло, прошло, они сейчас опять вернулись, такие, блин, классный морской бой, мы, типа, хотим. Но вы не запустили, то есть не делали. Мы два тестовых сделали за свои деньги, как бы, чтобы был пример, чтобы было понятно. Потому что никто не делает шоу толком. Бывают какие-то делают шоу, но они такие, типа, их заставил клиент, типа, специально разработать это шоу. Они не по кайфу это делали, короче. И вот это чувствуется сильно. Ну, я вот, честно, мне же пофиг, в принципе. Я видел вот такой вот веб-сериал, по-моему, Билайна, по-моему, там так немножко, по-моему, вроде бы как бы пацаны отвязно делают, снимают, но, с другой стороны, было очень видно такая забрифованная штука. Так это вся проблема, ребят. Просто сделать, и когда бренд появляется, сразу все рушится. Ну, это очень талантливо должно быть сделано. Может быть, не за всем YouTube, я расскажу, кейс про енота. Не слышали? мы слышали. Мы, короче, делали, Леша не видел. Мы делали... Это не может быть. Как еще раз? Кейс про енота, что енота, по-моему, не что. Очень крутой был, типа, ну, был крутой кейс, там нас в Китае показывали по всему миру, но... На востях. Да, вопрос. Но потом надо же ревью сделать, что это к Каспи относится. Когда ты делаешь ревью, это так не сеется, когда бренд появляется всем, не так интересно, сразу же неинтересно. А вот как, как гениально можно сделать, вот, чтобы бренд был, и все верюсилось, и вот, и все прям гуд, прям поймали все, что нужно. И чтобы не просто был бренд, знаете как, есть такая вещь, как просто построение знания, awareness. Просто увидел там бренд, этого достаточно. Зачастую, допустим, нам этого недостаточно, типа, у нас там 100% уже все знают, зачем нам это нужно, мы какую-то хотим ценность дать. Понятно. Еще, и чтобы какой-то месседж, это еще сложнее сделать, чтобы просто там, не просто логотип Каспи, стакан с логотипом лежит там на каком-то подкасте. Этого недостаточно зачастую. и когда человек понимает, что это уже реклама, оно перестает переруситься. Да, все, сразу же. Должно быть что-то очень крутое. Но смотри, вот мы же про YouTube говорим, есть каналы ChickenCurry, Label.com, вот они, ты видел их интеграции, как они это делают? Они просто стебутся. Я о чем говорю, талантливо, да? Ну, то есть им приходят, говорят, ребята, вот все, делайте сами, как хотите. Давай вспомни, какие бренды им разрешают это делать. Так, возьмем ЧБД, да? Что, ну, что было дальше? МТС, там бывает, потом ЦИАН, недвижимость. ЦИАН там был. Да, да, да. Ну, то есть они делают, в принципе, достаточно большие бренды. В принципе, если к ним заходят бренды, я так понимаю, их там не сильно, вот эти вот все задачи, они в основном больше на лодку самим ребят. Потому что как только он начнет, это будет считаться щитей и части. Они отрываются, они кайфуют. И, ну, зритель видит, что они кайфуют, они делают прям какие-то крутые, сумасшедшие штуки. Так реклама никогда не выглядела. Никогда. Она сейчас в новом формате. Ну, это же крутые, крутые, такая хорошая новость. Все здесь боятся так делать. Но есть еще другая новость. Есть еще другой же, ведь как у того же Дудя, когда, вот к вопросу, когда бренд появляется, когда он, ну, зритель смотрит, ну, я не знаю, кто-то, наверное, может быть смотрит. Ты перематываешь. Где ты перематываешь, но они зачем-то люди все равно делают же, да, это они, вряд ли они заблуждаются, как бы, да. То есть, когда в благодарность за то, что он понимает, что он так монетизируется, он сам, не какой-то ролик пустили, он сам об этом рассказывает, что-то пытается делать, это тоже рассказывает, интересно, и люди все равно смотрят, ну, и в том числе, как бы, срабатывает фактор, то есть, он рекомендует все равно, да, то есть, чтобы какой-то... Зачем звезд берут рекламу? Чтобы он говно совсем не будет рекламировать. Это тоже фильтр какой-то такой, вот, это тоже такая хорошая, по идее, форма, в которой ты честно не пытаешься как-то вот, типа там, как-то вот хитро, а вот ты говоришь, вот эта вот реклама, ну, там, или бы она интересная. Если взять сейчас, нынешние сейчас каноны, которые сейчас везде культивируются в рекламной сфере, то у ребят ЧБД сделано намного правильнее. Почему? Потому что везде культивируется, что тип люди не считывают бенефин, ничего, людям нужно развлечение, и ты, главное, поймать его внимание. И они это делают круче, чем он. А, ну, то, что он у него работает, это да, но его, их, как бы, это уже люди ждут и как искусство, понимаешь? Да, и он говорит, что это реклама и начинает прямо по бенефитам проходиться, прямо рассказывать, в чем эти фишки. это вопрос честной истории. Они так не делают, они, в смысле, они туда так это аккуратно интегрируют, ты смотришь это как на короткометражный фильм какой-то. знаешь, такое творческое задание пацанам, и как они из этого выклютились. Я думаю, причем пацаны еще, знаешь, он крутый, мне кажется, как я, как из нескольких интервью, между строк, это Кашокова слушал тоже, можем представить себе, что просмотром примерно одинаково, например, Дудя и Утавол, да, например, и им примерно одинаково, скорее всего, деньги платят за интеграцию, но Дудь своих финансов тратит намного меньше, они реально продакшн делают, реально продакшн делают. То есть, они маржу меньше, но они делают более такую эффективную, прикольную, интересную рекламу. Ну, у них там внутри, видишь, они же вот этот, если смотреть, вот этот именно, как это называется, вот этот дуэт, Кука, Лена Кука, а у них же еще, когда они выступали, у них было очень такое, направленное на всякие сценки и пародии из фильмов, и по сути, оно вот потихоньку вот в это и перешло. То есть, они каждый раз, когда выступали, там, комедий-баттли, или где-то, они это как бы делали. Миниатюры, да, эти? Да, я просто к тому, что как раз-таки, вот этот, по идее, эта точка, где вот пересекается, условно говоря, чем мы занимаемся, там, производством, как кто-то сказал, я не помню, теперь постановлю цитирую, типа, добровольного контента, то есть, который люди сами хотят смотреть, да, и вот целей, которые делают, ну, там, типа, рекламное видео. Знаете, только сейчас один, это маркетинг чуть, но мне просто все, мне интересно, если, я думаю, только одна проблема может быть с этими роликами. Знаете, какая? Что ты ролик запоминаешь больше, чем бренд. То есть, это теория, если сделать исследование, допустим, поставить ролик, сделать там, типа, миллион просмотров, и потом вопрос задать, типа, растет, ну, есть такое, как бренд лифт, такая штука, насколько растет, но это чисто моя теория, вот это вполне может быть, да? Сколько бы посмотрело рекламный ролик людей, по своей воле, и сколько бы посмотрело по своей воле вот такую интеграцию классную, то есть, понимаешь разницу, да? И вот, как минимум, авэрнесс будет хорошей. нет, нет, поймите одну вещь, авэрнесса не будет, если они не будут считывать рекламу, что за рекламу это будет. это плохо, ну, в смысле, может быть, знаешь, там же есть какое-то количество понимания, то есть, или, как ты говоришь, про иноты, типа, вообще, да, когда они ожидают, там, либо, например, все равно этот ролик, условно, там, 15 миллионов, да, все равно просмотрели, и да, там нету такого бешеного, как от 15 миллионов, но есть там условно миллион, например, ну, я вот так условно. Вот есть, кстати, вот этот ролик, я, честно говоря, восхитился, и, наверное, первый, который в последнее время, я увидел в комментариях, что я такой не один. Я сейчас вспомню имя, но и в фейсбуке, короче, Гончарова, украинская, это, про Лада. Лаба. Лаба. Не видели этот ролик? Я это обсуждал с Вовой, очень много, с Петровым эту тему. Чем тебе понравилось? Мне интересно, я хочу твое мнение знать. Мне не понравилось. Сейчас еще раз, это о чем ролик? Умным быть хорошо, типа. Да, умным быть, пришло время умный, или как-то, какой-то слоган. Все, я понял. Про обучение, и мне это Лаба, честно говоря. Чем она тебя зацепила, скажи? Смотри. Ты как человек не из маркетинга, вот даже правильнее твое мнение. Да, да. То есть смотри, я смотрю какой-то видос на Ютьюбе, и у меня начинается сразу, даже это не секунда, мне кажется, доля секунды, начинается рекламный ролик, который я не успеваю сделать, пропустить. А в ее случае, по-моему, я даже в какой-то момент нажал на пропустить, но потом решил вернуться. Потом мне выходит он еще раз. В общем, сразу начинается рекламный ролик, который ты, смотри, уже самым негативным, хочешь дальше, но рекламный ролик как бы обращается, во-первых, к тебе, и у него есть как бы цепляет. Да, интересный посыл. Я не помню, как это начинается, но что-то вроде от того, что раньше умных постоянно там историитейлинг били, сейчас умным быть круто, будь умным, понимаешь? Ну, типа, учись там и так далее. Я, смотри, вот мое поведение пользователя. Я вообще, этот лаба мне какой-то, я, по-моему, есть у них какой-то таргетинг. Да, они очень много. Я вообще себя пропускаю, для меня вообще, то есть я никакой не, ничего не делал. Ну вот, оно у меня появилось, я что сделал? Я вбиваю про эту лабу в поисковик Ютуба и хочу еще раз, бросил нафиг это видео, хочу еще раз посмотреть это видео, захожу и вижу в Ютубе комментарии, в котором там что-то типа, знаешь, там есть такой стиль, лайкни, если ты посмотрел это как, ну, типа, как рекламу и вбил в поисковик, короче, и стал ее смотреть, понимаешь? Это целая кутерина. Это крутая реклама. Ну, блин, я так сделал, ну, как бы, я не могу сказать, что я ищу какие-то крутые ролики, я заточен на это. То есть я захотел ее посмотреть просто еще раз, не то, что кто крутой. Да, я тебе сейчас объясню. Короче, почему мне не нравилось, я не, когда мы спорили, я сказал, что посыл супер. Посыл сам правильный, когда какой-то, ну, посыл правильный, мне чуть-чуть экзекьюшн не понравился, но это, наверное, поэтому чисто это, как это, проф. Да, ну, ты досматриваешь просто как ролик, да? Да, я такой, если ты, мне, знаешь, что напрягает, то, что она начала как стихи говорить, а потом перестала, видно, они не смогли придумать. Я уже даже не помню, что она стихи. Да, поэтому ты, твой посыл правильный, посылы сразу правильные. Короче, вся компания сделана на инсайте. Да. Полностью. То есть, а инсайтер в креативе это самое главное, когда ты находишь такую штуку, которая может, она тебя зацепить и так далее. Супер, компания на инсайте сделала, поэтому она тебя зацепила. И наверняка целевую аудиторию зацепила. Она считает, что рекламная компания. Она офигенная, потому что я, честно говорю, негативное отношение к этому бренду, который, ну, там, я не знаю, кто это такие вообще, что они делают. Но я этим роликом, конечно, у меня вот так вот, но я не то, что стал клиентом, но я офигел, я захотел ее посмотреть еще раз и посмотрел еще раза три. Как маркетинговая стратегия, очень круто вообще. Они, короче, они четко поняли свой целевую аудиторию. Да. Потому что там есть неумный, кто считает себя неумным. Или кто-то, многие все считают себя умным. Потом это, может быть, новизна разговора самого, если таких много сейчас делают. Когда я говорю про посыл, что посыл новый, и людей он, 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 в принципе, где-то, как сказать, витает в облаках, но они просто, они сформулировали его, четко поняли целевую аудиторию, что это целевая аудитория зайдет, и четкий месседж. Они еще подошли там довольно творческие, типа, не как какие-то стандартные рекламы, стандартные клише, а ты начал смотреть это, это было похоже на какое-то, начало фильма, может быть, это трейлер какой-то. Ты смотришь, это как трейлер какой-то. А мы все-таки отрывки, как будто бы это вообще фильм, да, то есть там, вот эти флешки. Поэтому у тебя меньше ассоциации с рекламой, и ты такой думаешь, ну, окей, давай еще пару секунд посмотрим. Ну, конечно, основной это посыл. Они даже, там, по сути креатива нет, там есть инсайт, который они прямо идти в оба говорят, а сам найти этот инсайт, это уже круто. Не, ну там, это сделаны правильные фразы, это все тоже. На такое уговорить клиента, это тоже очень сложно. Ты будешь говорить, мы снимем рекламу, которая не будет похожа на рекламу. В смысле? В смысле? А нет ощущений, что наоборот все хотят так? Нет. Нет. Смотри, я хочу закрыть дештальт с Ютуба. Мы начали, нет, мы сейчас говорим про Ютуб, но на самом деле про рекламный ролик. Она на телеке могла. По другим законам. Я сейчас говорю, например, почему у нас нет лейбл кома, кома собственно, почему у нас нет чекенкари. Хотя желающих его сделать. Ты очень сейчас большую тему открываешь. Ты открываешь мою тему. Почему? Ну вот мы еще другие ребята, они типа пытаются сделать какие-то шоу, и довольно прикольные. Да, их надо допиливать, дорабатывать, но с ними уже можно что-то делать. И клиенты боятся. Тебе хоть как-то шоу, социал-медиа понравилось? Не хотел бы их обсуждать. Ну, мне тоже не понравилось. Ну, блин. Ни одно не зашло мне. Я пытался смотреть, но не зашло мне, я не знаю. Кому-то зашло, там есть популярный шоу вообще? В целом просто... Да, конечно. Есть популярный шоу, значит, я просто. Целевка, если людей много, там смотрят. Есть люди, конечно, на свои целевые группы и прочее. Тренус ЧБД – это узкая аудитория для Казахстана. Вот я смотрю, Коля, ты, твои друзья. Нет, вопрос. В трендах Казахстана, как вам это может быть? Это, я знаю, не может. Нет, смотрите, давайте вот так вот. Мы опять-таки, я вас понимаю, рекламщики, но этот фокус происходит всегда. невозможно сделать что-то, когда ты касаешься добровольного этого контента, что-то типа, потому что вы так решили, понимаете? То есть там впереди человек, который это делает. То есть невозможно, типа, прикольных ребят соберем. Понимаешь? Вот это такой, вы уже наступаете на нашей территории, на котором роль личности, например, важнее, чем у нас. Важнее. Мы Дудя не должны придумать. Дудя появился, а потом они подключились. А мы сейчас пытаемся Дудя придумать. То есть да, это типа, не так просто. Понимаешь? Это то есть, по большому счету, если есть такой чувак, например. Не обязательно. Хотя он может не согласиться с чекен-карри, мне кажется, это очень маркетинговая штука. Что вы о чем говорите? Про чекен-карри? Да. Ну хорошо, вот смотрите, в чекен-карри есть Александр Гудков. Кто у нас хорошо может по-творчески посоревноваться с Александром Гудковым? Расскажите мне. Это продюсер этого шоу. Это чисто он, ты не забыл. Конечно. ЧБД, Лабелком, это Вячеслав Досмухаметов. Понимаешь? То есть, гуру вообще всего в России развлекательного. Это не какие-то чувачки. То есть, вы можете рассказать, какой он Каха, например. Это да, это из этого. Что-то сами появились, что-то сами появились, что-то это. Но вот эти примеры, это про крутых чуваков, которые сделали крутой контент, и, к сожалению, и не из-за брендов, и не из-за того, что там, это уже потом все, монетизация, все такое. Крутые чуваки, которые... Когда вопрос... Леша просто, что у нас есть? Может, крутые чуваки есть у нас? Может быть, есть, но видишь, вопрос, почему их нету? Потому что, ну, я не знаю, опять-таки, нету крутых продюсеров. Куда у нас появляются крутые чуваки, они уезжают сразу. Да, в том числе. В том числе, да. Вот мы, был подкаст с Кайжаном, он что-то там делал, сразу в Москву. Ну, там, вы всех этих казахов видите, которые могли бы здесь у вас что-то делать. Может, не таком уровне, там все-таки синергия, да, все-таки индустрия, они там развиваются. Да, но просто, но у нас тоже есть свои, просто, может быть, лично на вас, это в казахоязычном сегменте. Вот о чем хотел сказать, ЧБД у нас нет, но есть другие какие-то сериалы, я их не смотрю, но там много просмотров, значит, какие-то вот в этой сфере, типа, есть чуваки, кто делает какие-то. Конечно, в казахоязычном сегменте есть каналы-миллионники, которые делают классные шоу, которые смотрят много людей, если это аудитория. А может быть вопрос опять, я о целевке всегда тралкиваюсь, может быть, что, ну, не ЧБД уровня, какого-то хорошего уровня, типа, для нас будет что-то сделано, но оно все равно не будет дотягивать по уровню, потому что мы все равно на Россию смотрим, мы всегда конкуренция наша, мы конкурируем, ну, за наше внимание, не так, что кажется, мы все равно смотрим на тот уровень. Мы, в принципе, смотрим YouTube и сравниваем. Да, да, вот для нас. Поэтому, наверное, и на казахоязычном чуть-чуть проще, потому что, ну, да, да, есть YouTube, есть YouTube, большой запрос на казахоязычный контент, потому что его мало, на телеке они видят, ну, как бы тоже не самые лучшие примеры, например, вот, а на русском ты всегда можешь сравнить, ну, там, себя, ну, ну, как бы нас, там, с российским рынком, который там российский, украинский, там, куча всего. По сути, на самом деле, это всего пространство, потому что, да, там все лучшее люди, какие-нибудь армяне едут туда, грузины, даже украинцы, белорусы все там. Короче, если бы YouTube показывал только Казахстан, мы бы им задали. Всего лишь кустяк. Было бы много шоу, много интеграции. Я чуть-чуть, как бы думаю, что все-таки, у нас есть шанс вот этими, все равно, с чекенкарей и так далее. Почему? Потому что Ирину Каратовну в России слушают, до хрена людей. И фанатов у них дофига, и вы Ирине Каратовне. Нет, есть. Классные ребята. А? Очень крутые. Нет, они очень талантливые и классные, конечно, есть. То есть, тут мне... Кстати, я тебе предложу почитать, я просто не почитал статью эту, но мои хорошие товарищи БиДабуэи, они делали, кажется, кейс Ириной Каратовной с брендом, с песней Рива. Это какой-то там бренд был. Я просто не прочитал. Там был бренд? Вот я не прочитал. Я не прочитал. Типа они вот, ну, я начал сначала читать, а потом что-то, вот, надо изучить эту тему. Если это был какой-то бренд, связанный, это уже круто. Я просто говорю не о том, что там как бы нет, у нас в Казахстане нет, но я говорю просто о том, что там всегда креетер впереди, понимаешь? Ну, то есть, невозможно самим сейчас, вот просто кого-нибудь найдем. То есть, этот найдем, он уже, у него есть все для того, чтобы быть, как сказать, самому, понимаешь? Без нас всех. То есть, вот эти Ирины Каратовны, они сейчас там, по-моему, даже и с Алемом там не работают. Подожди, как звучит твой вопрос? Какой мой вопрос? Ну, или вот утверждение. Или как звучит утверждение? Утверждение о том, что, если мы хотим создать какой-то контент, то есть, это все на территории добровольного контента, особенно в Ютьюбе, креатор впереди, чем кто-либо, который хочет это организовать. Ну, и так, мы с собой двум сидим, такие крутые маркетологи такие, а давай-ка мы найдем сейчас крутых чуваков, которые будут что-то креативное делать, а мы будем это, типа, мотивировать. Если вы в этом нифига не разбираетесь, так не работает, конечно. Да, вы вообще, если вы не создавали контент, если вас нет в этом экспертизе, то вас нет там вообще, потому что этот чувак, он сам без вас уже все сделал. Если есть такой крутой чувак. А если мы начнем этим заниматься, будет какая-то искусственная херня. Вы будете ему говорить, что вы хотите делать, но вы, ну, как бы условно говоря. Вообще я, он, кстати, Алексей вполне может быть. Нет, просто видео. Нет, конечно, да и ты тоже можешь. Но если вы не представляете ценности, как креаторы, да, соответственно, надо понимать, что вы, например, это не делали, потому что там не всегда вопрос съемки, не всегда вопрос, да, то есть это все, ну, какие-то вещи. Это уже побочные, то, что сейчас, я говорю о той проблеме, то, что много блогеров, но они не разбираются в макетинге. Это маленькая штучка макетинг, 1%, но 99% это создать крутой контент. Я хочу сказать немножко про другое, что есть классные блогеры, есть классные проекты, которые быстро загибаются, потому что их никто не поддерживает, им сложно это делать, они классные, прикольные. А ты думаешь, если их поддержали, они бы больше могли бы. И, блин, потом тяжело, ты типа смотришь. У них у всех бабла больше, чем у нас уже у всех. Потом и те, кто с инстаграмма перешел туда. Не сказал бы я. И вот вы что думаете, как Ирина Кайратовна, прямо они там супер живут, крутые такие. Ну, нет, на самом деле. Они разве должны как-то там круто жить? Ну, они офигенные. Если их сейчас... 10 миллионов кинот смотрят. Если сейчас больше обращать на них внимание, там, с ними делать интеграции, то всем станет лучше. Были люди, которые хотели это делать. Вот это, ребят, салем соушал медиа. Я не знаю, что у них сейчас там. Давай не будем трогать около государственной компании. Там другие задачи. Вот это выше, они не на ход за счет, они не отбиваются еще, да, вообще никогда? А им не нужно отбиваться. Они, типа... Ну, серьезно, они делают проекты просто, ну, так, ну, типа, потому что есть задача сделать. Сверху пришло задание. Нужно, чтобы вот закрывались такие-то, такие-то, такие-то потребности. Вот. И там есть строгие регламенты, что можно говорить, что нельзя говорить и прочее. Почему-то там даже вот стендапы их смотришь и... Ну, короче, я так понимаю, это мнение распространенное, мне рано и поспевается высказаться по нему. Ну, ладно. Ну, так или иначе, смотри, они их поддерживали, понимаешь? Ну, в смысле, ну, как ты говоришь, поддерживали. Они их поддерживали, но Ирины Каратаны, почему? По идеологическим таким вещам, потому что они там прогосударственные, они с ними не работают. Анти. Не антигосударственные, в смысле, Салем про государственные. А, про государственные. Ну, ну, ну. А из-за этого они не работают, ты думаешь? Кто с кем юнить потерял, сори? Ирины Каратаны, Салем соушиал-медиа. А, почему они не работают? Нет, смотри, они начали работать вместе. Ага. И, по-моему, даже канал купили их. Сейчас все, что выходит, у них выходит на гос. Я просто про то, ты не знаю ничего. Ну, я просто про то, что ты говоришь, поддерживать, например. Хорошо, даже если про государственные, кто-то их поддерживает, у кого денег, ну, немерено, понимаешь? Они все равно с ними дальше не работают. Понимаешь? Я просто про то, что почему, ну, ты говоришь, надо им поддерживать. Они сами могут. Они сами могут продавать рекламу, сами все могут. Да, да, да. То есть им никто, по сути, не будет. Я имею в виду, что почему кли... Вот, смотри, почему конкретно, там, не знаю, нормальный клиент, там, Red Bull, Red Bull, ну, напрямую к ним не приходят. Ну, потому что они там матом, наверное, может быть, кооперативные... Нет, ну, смотри, сейчас крутился прекрасный ролик Технодома, шикарный, они там... Ну, может, никто не продает, может, они не заточены на это. По продакшену, конечно, вопросов куча, но они все равно в своем стиле это сделали. Ирина Кайратовна спела по Технодому? Да, конечно, крутился. Что, нормально? Ну, типа, для Ютуба, для того, что они делают на их уровне, это круто, их очень органически много посмотрело людей, которые любят Ирина Кайратовна, и сейчас он в магазинах тоже крутится. Ну, понятно, что у них не рекламный продакшен, не такой там крутой, но они своим именем берут уже, это прекрасно. И вот у них есть такие рекламные ролики разные, но мало. Мне не хотелось бы рекламных роликов, мне хотелось бы их работа, интегрированные бренды, вот это намного круче. Да, 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 конечно. Но их собственные проекты, которые им по кайфу, которые зрители смотрят. Вот сейчас видят, они анонсировали 13-й Ирина Кайрат на другом канале. Уже вышел тизер, я думаю, многие ждут. А там бренд какой-то? Я не знаю. Просто тизер, только просто тизер. Ну, Ирина Кайрат 13-й. Блин, они как первые, они очень продуктивные. Да. Бам-бам-бам, фигачат, короче. Прям круто. Ну, они, я к тому, что им вообще никто не нужен. Я все равно, даже если им кто-то продает там плохо, я не знаю, реклама или что, или им там, им вообще никто не нужен. Понимаешь, никакие продюсеры им по сути не нужны. Не, они сами должны быть, конечно, продюсеры. Я к тому, что, ну, я к тому, что, в принципе, впереди креатор, понимаешь? Им нужны бренды, которые будут денежку заносить, они будут дальше делать крутые штуки. А может быть и нет, потому что завтра они концерты будут, все-таки откроется пандемия, и может им не нужны будут уже эти. Или они сделают краудфандинг какой-нибудь. Ну, в том числе. Ну, то есть, у них впереди, вот, как бы, они создатели контента, все, они короли, условно говоря, да, то есть, все остальные, вот, ну, мы, вы, это все обслуживающие, как бы, вот это все, все дела. Ну, по сути. Но у нас, смотри, у нас, вот, в отличие от этих шоу, все-таки, вот эти веб-сериалы, даже не той компанией, про которую, ну, как бы, ты как плохо относишься, а есть люди, которые делают, есть каналы, представляешь, которые все равно делают даже такой дорогой игровой контент, понятное дело, он не самый качественный, там, не, ну, я имею в виду в плане продакшена, но они даже делают, они тоже попадают, есть там, хан-продакшен, там, что-то такое, то, ой-бой, то есть просто ребята это все равно делают, и это даже дороже, чем эти шоу стоят, потому что, ну, игровуха, представьте, так или иначе, какого бы качества ни было, все равно она, ну, довольно-таки дорогая. Я не знаю, но они это делают, и они попадают в тренды, я думаю, завтра, вот про то, о чем ты говоришь, завтра они будут продавать. Саки как зарабатывает? Нет, Саки это Салем Сошу Медиа. А, все, блин, все понятно. Ну, вот есть там, куда смотрят на краску, куда смотрят Акимат, например, такой проект, который отдельный, там есть еще вот эти, ой-бой, там еще несколько проектов, которые создают свои каналы, наращивают аудиторию, может быть, в первом сезоне они не могут продать, потому что это же надо интегрировать, то есть, ну, просто, возможно, завтра они будут на этот канал, ну, как сказать, продавать, тот же Каха, они же там продают, потому что, ну, в смысле, уже, ну, то есть вопрос качества, да, вопрос, у них полнометарный фильм вышел. Да, они прям рекламу, да, дают. ну, то есть эта модель, то, о чем ты говоришь, может быть, просто она может быть не в шоу, а вот в каких-то других вещах, но веб-сериалы сейчас уже прям вот люди инвестируют в это. Да, вот Саке бы залетел. Саке и без социал-медиа бы залетел, вы просто думали, где там рекламу запихнуть. Ну, они, видишь, они и могут, на самом деле у них технические возможности для этого есть у этой компании, которая делает Саке, потому что вот у них есть миллионные там, еще какие-то каналы огромные, и у них влияние аудитории, те же селебрити, на казах различные аудитории есть, ну, как бы большие, которые могут на это влиять. Ну, наверное, ну, с другой стороны, там они платят деньги, здесь тут надо зарабатывать через руководителей, поэтому... Изменения точно будут. Они уже чувствуются, что они подкрадываются. Да. Так что скоро у нас много контента. Вы все-таки задумывались о том, чтобы делать какие-то шоу, да, то есть в эту сторону, или вон... Ну, у меня есть друг Олег Кисляков, и он вот хочет менять... Недрайвит, да, как бы. И, собственно, ну, он периодически приходит ко мне и говорит, давай делать. А ребята, подкаст продолжай делать, да? У меня есть ряд идей. Подкаст какой, с Рашевым? Нет, Кисляков разве не делал подкаст? А, он делал свои подкасты на вот политическую тему? Да, да, да. Делает их или нет? Делает сейчас чуть-чуть реже, вот, но делает. Ну, классно. Надо Кислякова позвать, я его не знаю. Да, позови. За движок. За YouTube и за политику, можно поговорить. Политику не надо. Ну, кстати, никаких проблем. Свободно общаться. На другом канале могу. Говорят абсолютно открыто, и, ну, типа, ни разу не было никаких вопросов, еще никто не позвонил, не пришел. Они прям ничего не скрывают, что интересно. Нет, ну, а то, что он, ты говоришь, есть проблема эта, что, правильно, все понимают, что YouTube, но все равно как-то он у нас какой-то, в больших компаниях как-то... Да, он и с обоих сторон, наверное, все. Заказчики тоже не все понимают, о чем ты говорил, о чем говорил Алексей, да? Типа, это же YouTube, там, недорого, ну, что такое-то. Они внутри не очень хорошо понимают, ну, об этом. Ну, и так же, как и контент-мейкеры, наверное. Это пока еще просто какая-то фаза такая, не все просекли, но сейчас зато есть понимание, что что-то надо делать. Вот, то есть, раньше вообще зачем это? Нет, так она давно есть. Сейчас фаза такая, которая, что-то надо делать в YouTube, я пока не понимаю, что, вот, а что там надо делать? Должен случиться все равно прецедент какой-то класс. Какой-то кейс. Кейс, который все другие посмотрят, клиенты скажут, блин, я тоже хочу, агентство, разработайте мне. Агентство не может. Они такие, как мы в этом. Они не круче, да, они не круче нас там понимают в этом избежать. Понимаешь? Они все равно могут, в смысле, встретиться с человеком, который уже сделал ряд крутых проектов там, и с ним, типа, попытаться это все решить. Короче, мы общались с чуваками, очень популярные в Instagram, в YouTube, которые сейчас что-то делают. Даже вопрос продюсирования. Они мне предлагают, но я не вижу в их готовых идеях, уже готовых работе, где может быть мой бренд. Это ценность, понимаешь? Ну, что я там могу сделать? Ну, у вас требовательность. Просто, просто как раз нам не интересно. Может, эти узнаваемости не нужны? Не узнаваемости. Ну, это же одно из основных, то, что такие, ну, такие шоу должны продавать. Никто не знает вас, а теперь не знает. Сложно понять, где в ЧБД у тебя была бы роль твоего бренда. Ты понимаешь? Да, я думаю, это вопрос чего? Нет, ну, мне нужен какой-то engagement, да, вовлечение в то, что происходит, правильно? Соответственно, и он мне говорит, и я только понимаю, что ничего не подходит, и я ему даю комментарий, и я понимаю, что он начинает, будет думать над тем, что мне нужно, а это уже чуть-чуть может быть. Но, в принципе, но я все равно еще до сих пор верю, что если человек, если будет человек, который чуть-чуть, ну, поймет, то, что как наша задача, что чуть-чуть вовлечется, и он талантливый, что можешь все это сделать же все-таки. Может быть, не гениально, не гениально. На самом деле, представь, что есть продюсер, и есть вот этот талантливый чувак, даже не директор по маркетингу, а вот просто продюсер, кто разбирается в том, что он делает. И вот этот человек, и вот это постоянно происходит, он говорит идею, тот в нее не верит, а потом тот делает и доказывает. И тут, когда тот доказывает, продюсер говорит, да, охрененно, было круто. Представь, что это происходит, вот, угодно, на этой контентной стороне, ну, и, конечно, на вашей стороне такое вполне может происходить, может быть, ты что-то не видишь. Например, может для своего бренда не видишь, а может быть ты, когда он это сделает, это же тоже процесс. Потом ты, может, его видишь и поймешь, что охренеть, как, ну, например, да там. Я же ему дышать, я говорю, покажи, чувак, я скептически, конечно, не потому что я к нему скептически отношусь, а потому что это очень трудно. Я такой, ну, давай, попробуй что-нибудь. Это, знаешь, это такая штука, которая вот в нашей стране очень часто пытаются это, как сказать, поймать сразу два-двух зайцев, но на самом деле сделать контент, это очень сложно. А еще туда внести какие-то свои дополнительные, идеологию, бренд. Это вообще капец, фантастически сложно. Знаешь, я как раз стою, сижу и как будто на другой стороне. Ко мне все приходят, они тебе пришли продавать. Они как-то приходят, и типа, пойди, все говорят, о, да, круто. А я наоборот говорю, ребят, это же очень сложно, понимаешь? Они наоборот приходят, давай сделаем, давай сделаем. Я говорю, нет, ребят, не сложно, понимаешь? Я с этим устал, если я помню, у нас был сериал, мы там участвовали, там все было очень неталантливо, мы там как-то очень... Смотрите, я не говорю про гипотетические вещи, получится, не получится. Вот вышло две серии чего-то на ютубе, и у ребят уже получилось. Они вышли без бренда, у них уже получилось. Простыня комментариев, вообще все офигенно. Кто это? Блин, ну блин, есть такие проекты, подожди. Мы сейчас модель рассматриваем общую, как это все происходит. И типа к ним не приходит бренд, они не умеют себя продать. У них нет хорошего, там, не знаю, продюсера и прочего. И они потихоньку загибаются, они начинают что-то и быстренько заканчивают. Хотя, там, проект был прикольный. Они заканчивают потому, что им тоже кушать надо. Они, типа, начинают делать какие-то проекты, где им, за которыми там деньги приходят. Вот. Иногда это, там, что-то отмерзает, им через год, там, два, кто-то появляется и говорит, так вы же делали классные штуки. Такие, окей, давайте возродим. Ну, такая жизнь, тут что скажешь. Да, да, да. Пров нужен был длиннее, мы, как мы уже поняли, то есть, не две программы, наверное. Может быть, им нужно лучше продавать. Некоторые... Это сложно, это же время, деньги. Ну, ты знаешь, как... Да, да. Ну, слушай, такая штука, это, знаешь, это всего вот нашего рынка касается. Киноси, конечно, сложно, конечно, время, деньги. Ну, а как, как бы, как бы по-другому еще должно быть? Никто не должен просто так, как бы, ну, должен быть какой-то, так или иначе, пруф. Сложна и неказиста жизнь ютубера-артиста. Ну, это типа вот... Жизнь казахского ютубера, не искала. Наверное, это типа наша задача, таких продюсеров, как я, по идее, искать таких людей и пытаться, как бы, чтобы они поддерживали. Но это же не обязанность. Большое спасибо за то, что вы пришли. Мне кажется, был разносторонний и интересно разговор. Я надеюсь, вы еще придете, надеюсь, вы еще придете на наш подкаст с Кисляковым или еще с кем-нибудь. Спасибо большое. Это был видеоблог серийный продюсер, наш ВУГИ-подкаст. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока.